Так, ну что, уважаемые коллеги, начнем. Итак, у нас сегодня второе, второй семинар, общий семинар, как мы уже и в прошлый раз проводили. Это, значит, семинар наш ИВМ-МГ, НДУ, архитектура системной прикладной программной обеспечения кластерных СУПР-ИВМ и Институт систем информатики, системное программирование, да? Так называется коэффициент. Ну, я расскажу. Да. Значит, сегодня у нас в гостях, ну, известный в суперкомпьютерных кругах, член-корреспондент Сергей Михайлович Абрамов. Александр Гурьевич, ну, представьте ваш гостик. Здравствуйте, дорогие коллеги. Ну, я рад приветствовать нашего гостя Сергея Михайловича Абрамова. Он доктор физмат-наук, член-корреспондент РАН. Известный специалист в области системного программирования, информационных технологий, суперкомпьютерных вычислений, мета-вычислений. Он директор института программных систем, расположенного в городе Переславле. Это институт Академии наук. Он ректор университета города Переславля. Кроме того, он научный руководитель программы ГРИД и... Ой, не ГРИД, а СКИФ и СКИФ-ГРИД. Причем программы ведутся на межгосударственном уровне совместно с белорусской стороной. Так что есть еще элементы международного сотрудничества. Ну, прежде чем продолжить, я хотел бы отметить очень большую роль, которую сыграл в становлении и в организации лекции, Ершовских лекций Андрея Александровича Берса, который нас, к сожалению, покинул, организовав вот две замечательных лекции. Я хотел бы предложить все почтить его память с фермерами этой молчания. Спасибо. Значит, Ершовские лекции – это ежегодное мероприятие, которое проводится в день или в районе дня рождения Андрея Петровича Ершовой. Как раз сегодня такой день. И нам очень приятно, что мы можем не только, ну, как бы, старшее поколение привлечь к материалам самых передовых исследований, ведущихся в стране и в мире, ну, и также вот молодежь привлечь. К сожалению, сегодня молодежи немного, там у них конференция еще не закончилась, в общем, есть мелкие технические накладки, но я думаю, что неделю назад было много молодежи, это в следующий раз мы их все равно приобщим. Так что я предоставляю слово для доклада. Сергей Михайлович, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Для меня честь выступания в Ершовских лекциях. Ну, вот я организовывал себя в мероприятии, я говорил, что Андрея Петрович, конечно же, вряд ли знал, но для меня вот он сам и его деятельность в области, связанной с метров, числением была очень важна, поскольку вот был такой исторический нюанс, который, в общем-то, открыл дорогу для многих. Это была его статья, которая, в общем, сняла некий барьер от умолчания, не могу рассказывать там детали, будет слишком долго. И это позволило, это был такой серьезный исторический момент в научном пути очень многих людей, в том числе и меня. Поэтому имя Андрея Петрович, и у меня очень много что значит. Я постарался в своей лекции учесть все пожелания, я имел телефонный разговор с Андреем Александровичем, буквально за неделю было трагическое событие. Старался учесть его наставление, боюсь, что не целиком это удалось, но, тем не менее, все, что я мог, я предпринял. Тема доклада, вот она здесь есть. Я постараюсь рассказать, что же, в каком состоянии находятся суперкомпьютерные технологии, какие проблемы стоят на пути дальнейшего развития, что это вообще такое суперкомпьютерные технологии. Доклад собран из материалов нескольких последних докладов, поэтому приношу свои искренние извинения перед теми, кто какие-то части уже слышал, но я должен ориентироваться в целом. И, извините, если буду говорить какие-то вещи банальные, общее определение я повторю, но, опять-таки, для того, чтобы мы одинаково... Ну, что, вернее, так, я обозначил, как я понимаю то ли другое событие или явление, даю общее определение, может быть, тривиальное, но иначе я окажусь неправильно понятым. Поэтому, простите, если буду говорить некоторые вещи банальные. Ну, части моего доклада, тут общее определение, обсудим, как развивается суперкомпьютерная технология, обсудим развитие киберинфраструктуры. Дальше вот есть такой кусок, это недавний мой доклад, правда, искажающий истину. Расскажу, как анализировать, как удалось посмотреть на анализ списка ТОП-500, и что из этого анализа следует. Отдельный кусок про сверх-высок... Не про высокопроизводительное вычисление, а про сверх-высокопроизводительное вычисление. Такой тоже поучительная вещь. И она важна. Если мы говорим про перспективы, то надо смотреть на передний край, надо смотреть на самую точку роста. Ну и в конце мы обсудим, что же происходит в России сегодня, и что тут может произойти, что происходит, какие вообще здесь есть обстоятельства. Итак, основные определения. Понятно, что главный термин – суперкомпьютер. И вот здесь довольно забавная штука. Если... Ну, все мы пользуемся... Мы можем ругать, как угодно, да, но все мы пользуемся Википедией. Так вот, есть такая интересная штука. Если войти в Википедию и спросить, что такое HPC, он не будет отвечать на вопрос. Вместо этого расскажет, что такое суперкомпьютер. Проверьте. Вот задаете поиск HPC, а он делает просто редирект и рассказывает, суперкомпьютер – это. А что такое HPC, рассказывать не будет. Это говорит... Это верно и для русской Википедии, это верно и для английской Википедии. Значит, это говорит о синонимичности этих двух понятий. То есть суперкомпьютер – это просто высокопроизводительная машина. И вот определение примерно по смыслу... Я не буду читать то, что написано, но читать можно синхронно, да? По смыслу определение звучит так. Берем все машины мира и отбираем самые мощные. Вот в каждый момент времени, да, с историей это понятие меняется. Отбираем самые мощные, вот это и будем называть суперкомпьютеры. В этом определении есть вопрос, а сколько мощных? Вот сколько? Что такое самый один? Самый мощный? Нет, ну, видимо, не один, да? Нужно отобрать какое-то значимое количество, и вот это будем называть суперкомпьютерами. Ну и вот я предлагаю число 500. Давайте отберем полтысячи самых мощных. Предложение сделано неспроста, поскольку есть вот такой список топ-500. Это 500 самых мощных машин мира, который, этот список обновляется два раза в год. В июне и в ноябре. В июнь и ноябрь. Происходит это на суперкомпьютерных форумах. Июньский проходит всегда в Европе, в разных городах. Ноябрьский происходит всегда в Америке, тоже в разных городах. Это длится 20 лет. 40 выпусков топ-500, они есть, они доступны и так далее. Второй вопрос, который надо задать, а что такое производительность? Что такое самый мощный? Самый мощный в чем? Больше всех электричество потреблять. Или что такое самое мощное? Когда можно было первое место занять. Легко это мы понимаем. У нас это было только, когда у нас были машины типа ЕС, мы тогда занимали первое место по электроопотреблению. Можно было, кстати говоря, эту правильную фразу построить, что на вычислении мы тратим больше всех в мире электричество. Она же позитивная, правда, фраза. Вроде как больше всех считают. Нет, конечно же, мы должны дать правильное определение производительности. Определяют ее как число операций в секунду. И опять-таки, на чем? И вот здесь очень важно, чтобы мы договорились все-таки, что вообще машины нам нужны, чтобы решать задачи. Давайте вот с этого начнем. Компьютеры, суперкомпьютеры нам нужны, чтобы решать задачи. То есть есть задача. Эта задача состоит из вычислений. Эта задача имеет некоторую вычислительную емкость, то есть количество операций какое-то. Надо выполнить, чтобы решить эту задачу. Мы решаем эту задачу, мы знаем, сколько там операций, делим на время решения. Количество операций, делим на время решения. То есть мы будем говорить о реальной производительности на задаче. Есть понятие пиковая производительность. Это теоретический пик, когда производители аппаратуры говорят, но в принципе наш процессор мог бы выполнить вот столько команд в секунду. Ну а если процессоров несколько, ядер несколько, процессоров несколько, давайте все это сложим и скажем, ну в принципе, если бы повезло, мы могли бы вот столько-то операций в секунду сказать. Понятие глубоко бессмысленное, просто глубоко бессмысленное, и, к сожалению, оно в мире есть, и, к сожалению, в политике любят отчитываться именно пиковой производительности. Если вы посмотрите все, было довольно смешно, на последнем пафте был доклад, что вот в МГУ стоит машина полтора петофлопса, 1,7 петофлопса. После этого приезжает уважаемый Джек Дангар и говорит, в мире вот только такие-то страны имеют машины в один петофлопс. К сожалению, Россия туда не входит. Два доклада практически подряд. Мы говорим о том, что в принципе эта машина может быть, если бы ее как-то, может ли 100 км в час развить Жигури? Может, если сбросить с горы Арарат. Значит, это вот пиковая скорость. К сожалению, пиковые реально, они сильно различаются. Сильно различаются. Это надо учитывать. Разница между ними, точнее, отношение к КПД, коэффициент полезного действия. Совершенно вещь понятная тоже и простая. Теперь на разных задачах машины могут вести себя по-разному, это тоже ясно. Бывают задачи, которые очень приятны нашей архитектуре. Архитектура построена так, что эта задача очень приятна нашей архитектуре. А бывают задачи, которые поперек горла нашему железу или программному обеспечению, чему угодно. И поэтому КПД будет разной на разных задачах. И реальная производительность и КПД будет разной на разных задачах. И значит, надо договориться, как мериться. Ну и вот здесь вот просто есть исторический факт, что договорились мериться на задачи Ленпак. Ну извините, так случилось. Есть много критики на этот счет сегодня, особенно в последнее время. Но тем не менее, вот ТО-500 это измеряют на задачи Ленпак. Это задача решения системы линейных уравнений. Все понимают, что там Н-куб, значит, операция. Их можно просто пальцами посчитать, сколько там реальных операций. Это очень удобно. Задача более-менее имеет отношение к реальной жизни. Любой может раскритиковать это заявление, но все-таки более-менее имеет отношение к реальной жизни. Матрица плотная. А вот была, помните, гибсонская смесь? Ушло. Ушло. Потому что она дальше все-таки от реальной жизни. Ну смесь она и есть смесь. И все-таки она Ленпак, но вроде бы все сеточные задачи в конце концов сводятся к линейным уравнениям. И мы решаем линейный уравнение. Вот логика примерно такая. Примерно такая. Там разряженные матрицы, тут плотная. Ну бог с ним. Вот договорились. Вот как-то договорились 20 лет назад. Сегодня мы можем критиковать то, что произошло 20 лет назад. Но давайте с уважением все-таки к этому относиться. 20 лет назад проходили не такие уж и плохие вещи. Вот Ленпак. Есть другие рейтинги. Есть топ-кранч. Это рейтинг на реальных промышленных задачах. Взятые задачи из реальной промышленности. Есть рейтинг граф 500. Это недавний рейтинг. Это то, что называется Data Intensive. Задачи, связанные не с интенсивными вычислениями, а с интенсивным анализом. Это по графу. Вхождение по графу. Отрасль развивается чудовищно. Я не знаю ни одну другую отрасль в мире. Я студентам люблю про это рассказываю. Значит, суть состоит в том, что каждые 11 лет происходит ускорение в тысячу раз. И это длится достаточно давно, ну, там, 70-х годов. Я люблю детям рассказывать про это. Говорю, вот в 905-й год автомобиль ездит со скоростью 10 км в час. Прибавляем 11 лет, ну, дальше каждый может понять, что призывает. Через 22 года автомобиль ездит со скоростью 10 млн км в час. То есть ни одна отрасль в мире так не развивается. Мы сами, мы работая здесь внутри и работая на это, вкладывая свой вклад в это, тем не менее, как-то про это не задумывается. Кажется, психологически про это так отстраняемся, не задумываемся. Что вообще говоря, так быть не должно, так быть не может. И бесконечно так продолжаться, наверное, тоже не может. Но, тем не менее, вот все происходит вот так. И, скорее всего, в 2019 году будет экзофобс. И, скорее всего, я не вижу пока, ну, вернее, там есть чисто психологические сложности в это проверить. Ну, наверное, все-таки в 1940 году будет экзофобс. Вот так оно все происходит. Прибавлять не умею. Ай-яй-яй, ай-яй, позорный мой. Ну, в 30-м, да. Ну, это вот как раз, это тоже чисто психологический трюк. Хотелось поставить дату, за которую точно не будешь отвечать. Спасибо. А зачем все это делается? Вообще, какая целевая функция? И для меня тоже был такой здоровый культурный шок, что про это сказал не электронщик и не программист. Про это сказал, значит, вот про это сказал, во-первых, женщина, во-вторых, не то, что я к женщинам плохо отношусь. Я преклоняюсь перед ними и в науке, и в жизни, и в семье. Значит, но про это сказала не просто женщина, а женщина-экономист. Вот если бы там Греф когда-нибудь сказал что-нибудь подобное, да, или Кудрин, я бы съел бы свою бескозырку. Значит, а там это происходит. То есть на уровне государственной власти фраза состоит из трех частей. Деньги, таланты и ресурсы доступны всем странам. Перестаньте кичиться, что у вас больше всех нефти, самая талантливая молодежь, самое хорошее образование. Вот ни одной стране мира не стоит этим особо обольщаться. Значит, вторая фраза. Поэтому США стоит перед лицом не беспрецедентных, а на самом деле непредсказуемых зарубежных экономических вызовов конкурентов. То японское чудо, то китайское чудо, то Европа объединяется. И только вот тут успевай от всего этого отмахиваться. И вдруг неожиданно речь переходит. Страна, которая желает победить конкуренции, обязана победить вычисление. Там глагол «маст», такой вот грубый, достаточно жесткий глагол. И на что я хочу обратить внимание. Не поучаствовать в Олимпиаде. Здесь важно не участие, здесь говорится о победе. Хочешь победить конкуренции, обязан победить вычисление. Это говорит экономист, не самый такой бедный страны мира. Значит, говорится о том, что вот это безысходность. Хочешь победить новый уклад экономики, экономика основанная на знаниях. И вот такая реальность. Хочешь победить в экономической конкуренции, обязан победить вычисление. Вот почему происходит гонка, вот почему происходит тысячу раз в 11 лет. Идет нормальная конкуренция в экономике. И в суперкомпьютерной технологии, их роль это единственный, других нету, единственный инструмент по глуху победы конкуренции. Год назад, смотрите, почти день в день, я не ожидал. Значит, год назад я получаю письмо от Юрия Сергеевича Осипова, в котором я вижу фразу архитектуры вычислительных систем сверхвысокой производительности. Ну, можно было бы сделать вид, что человек просто описался, что он хотел написать высокопроизводительность. Значит, но я подумал, а вот есть ли за этим термином какой-то смысл? Ну, если мы суперкомпьютером или машинами высокой производительности называем 500 самых мощных, то что такое сверхвысокое? Это значит, самая производительность среди высокопроизводительных. Ну, давайте обратим внимание на топ-10. Отдельно вот будет такая тема. Посмотреть на пик, и это соответствует перспективам. Это куда мы идем. Так вот, окажется, что это определение не бессмысленно, что за этим понятием машины сверхвысокой производительности есть существенная специфика, которых выделяет как класс. Есть существенная специфика, есть существенные отличия, и это ровно то, что и стоит за фразой «победить в вычислениях». Не поучаствовать в забегах, а вот победить в вычислениях. Победить в вычислениях – это вот это, да, вот это вот десятка самых передовых. Ну, и зачем все это делается? Это делается, в конце концов, чтобы считать задачи. Да, научные, но наука производит знания. Наука – это, я тут слышал, шикарное определение, что такое инновация. Значит, наука – это преобразование денег в знания, а инновация – это попытка преобразовать знания в деньги. Значит, вот такое простое определение. Так вот, наука – это вещь, когда производится знание. Сегодня знание нельзя производить без вычислений. На каком-то… Где-то это basic research, фундаментальные исследования, где-то advanced research, перспективные исследования, где-то это research, то, что мы называем ниром, где-то это development, то, что мы называем мокром. Но заканчивается вся эта цепочка продукции, технологий, материалами, изделиями на продажу. И сегодня ситуация, о чем говорила Дебора? Сегодня ситуация такая, что если ты хочешь построить конкурентно превосходящую продукцию, то не важно, что. Я примеры сейчас скажу, а не вас потрясаю. Я надеюсь, что ты хочешь построить конкурентно превосходящую продукцию, ты должен считать. Причем считать так, вот считать так, как не сможет посчитать твой конкурент. Это говорит и о самых мощных машинах, это говорит о самой лучшей математике, где у России хороший шанс, как мы понимаем, да? Это говорит о самых правильных расчетных схемах и так далее. Считать это не значит построить самую гигантскую машину, нет. Считать это значит ее построить и суметь приложить к реальным задачам. Ну, сначала может быть Basic, если очень потом на 20, если очень потом на 20, но в конце концов получить продукцию. Так вот, конкурентно превосходящие продукции, которые считались в мире, реальный исторический факт, считались на суперкомпьютерах, это не обязательно космические корабли, ракетные двигатели, все считается на машинах. Это не обязательно автомобили, крэш-тесты, мы знаем, считаются на машинах. Это не обязательно лекарства. Все лекарства сегодня строят на машинах. Все лекарства. Проверка их эффективности. Задача докинга это вообще отдельная песня, это отдельная отрасль в суперкомпьютерной отрасли. Все нано-материалы нельзя никак по-другому сделать, как только посчитать. Но это и более простые вещи. Это микроволновки и режимы их работы. Это трикотажное платье, это женское белье, это кроссовки. Мой любимый пример, конкурентно превосходящей продукции, о которой знают все. Продукция, которая действительно выбила конкурентов с рынка. Памперсы. Вы удивитесь, но они посчитаны на суперкомпьютер. Вот спектр. Желаешь победить в конкуренции, обязан победить в вычислении. Вот просто, незатейливо, и это место того, чем мы занимаемся. Сегодня практически 100% суперкомпьютеров это MPP. Берется достаточно стандартный вычислительный узел. То есть берется то, что у нас стоит на столах. Память, процессор. Может быть жесткий диск. Бывают установки бездисковые, но может быть жесткий диск. Память, процессор. Материнская плата. Может быть акселератор. Процессоров может быть два, может быть четыре. Это тоже понятно. Это тоже не экзотика. На многих столах стоят такие машины. Может быть акселератор. Это может быть либо FPGA. Значит, плиса, как их по-русски переводят. Не понимаю, почему. Может быть графические ускорители. Может быть что-то еще там. Не знаю. Сейчас много что-то там появилось. А может быть их не будет. Таких. Но если мы возьмем просто один такой учислительный узел. Это будет обычная машина. Это не стендерокомпьютер. Их надо взять много. Их надо объединить специальной сетью. Будем называть слово интерконнект. Весь мир используется слово интерконнект. Системная сеть. Она не используется для передачи. Как правило, она не используется для передачи данных. Она используется для организации счета. Вернее так. Чуть сказал. Конечно, она используется для передачи данных. Но не файлов. Не TCP, IP. Она используется для организации счета. Передачи фрагментов данных для расчетов. Результатов. Аргументы. Результаты. Коды. Вот примерно для чего используется эта сеть. Это оптоволокно, да? Вы знаете, все больше сейчас это оптоволокно. Пока еще достаточно большая доля медиа, но в любом случае это сеть, которая по своим характеристикам превышает то, что мы используем в локальных сетях. Потом про характеристики поговорим. Ну, конечно же, надо иметь и обычную TCP-IP сеть, поэтому есть вспомогательная сеть. Это вот обычная, ну, сегодня это 10-гигабитный Ethernet или там гигабитный Ethernet. То есть довольно обычная технология. Вот здесь вот нет. И про это, и что вот здесь мы поговорим, потому что это Сеймур Крей, один из основателей суперкомпьютерной отрасли, однажды сказал, к сожалению, не могу найти источник этой цитаты. Вот искал и так и не нашел, но точно знаю, что он это говорил, что суперкомпьютер это интерконнер. У него была такая фраза, суперкомпьютер это интерконнер. Все остальное это обычная штука. Вот эти вещи это обычная вещь. А суперкомпьютер это интерконнект. Про это мы постараемся поговорить. Оборудования будет очень много, очень много. Ну, потом цифры тоже обсудим. Поэтому нужна сеть, которая, сервисная сеть, которая, ну, будет делать такие вещи, как ресет, например. Завис у вас вызвал, надо сделать ресет. Или позволит померить температуру в разных точках вашей установки. Она гигантская будет. То есть, это сенсорная сеть. Вот, по сути, посмотрите, вот это сенсорная сеть, которая будет смотреть температуру, напряжение в разных точках. Потому что у вас гигантская установка, ей надо управлять. Сервисная сеть. Ну, вот есть отдельная вещь. Появляется еще отдельное понятие сеть синхронизации. То есть, вы получаете вот это. Иногда аппаратно это все вкладывается. Все это делается на одних и тех же проводах, на одних и тех же адаптерах. Но функционально, функционально есть вот эти четыре понятия. В самой даже маленькой установочке у вас есть отдельное понятие, что надо мониторить и управлять. Отдельное понятие, что надо делать remote, control, в смысле, вот RCP, делать SSH, делать RCP, делать какие-то копирования файлов. То есть, вот это весь вещь. Есть, нужно гонять MPI, Message Passing Interface. Это сегодня одна из ведущих технологий организации параллельного счета. И все это, и надо делать синхронизацию. Иногда это одна и та же аппаратура, но в серьезных машинах реально четыре независимые сети. Ну и за кадром мы оставляем еще массу, что еще? Хранилище данных, электропитание, пожаротушение, доступ к сеть, охлаждение. Мы про это тоже поговорим, но на картинке просто это все не стало рисовать. Control несанкционированного доступа. То есть, огромное еще хозяйство. То есть, огромное море и программного обеспечения железа, все это вместе с компьютером. Ну вот как развиваются отрасли. Здесь полуагарифмическая шкала, поэтому та самая экспонента в тысячу раз за 11 лет, она здесь выглядит как прямая линия. Что здесь нарисовано? Тонкие линии, ну не почти прямые. Значит, тонкие линии, это, соответственно, топ-1, мощность топ-1, топ-10, дальше 100, 200, 300, 400, 500. Вот 5, 6, 7 линий, это 100, 200, 300, 400, 500, а также 10 и 1. Здесь прогноз построен, в эту сторону прогноз и коридор достоверности. Там 80-процентный коридор, скорее всего, все, оно вот так будет развиваться. Красные точечки, это установки России. Кружочки. Ну давайте вот посмотрим немножко покрупнее, маленькую область. Красные кружочки, это установки России. Почему я сказал красные? Просто кружочки. Если они синенькие, это значит, мы взяли деньги российские, купили ипортную технику. Курятпак, Артабием, если они красненькие, ну значит, построили свое. Вот как выглядит вот этот отрезок времени. Да, дорогие друзья, вот эти все картиночки построены неким программным обеспечением, которое я пишу в течение двух с половиной лет. Если кого-то заинтересует аналитика, который он сегодня увидит, можно просто скачать, запустить, самому покрутить. А если кто-то, все в исходных кодах, если кто-то задумывает что-нибудь хорошее написать, буду рад общению на эту тему. Либо помогу, либо можете сами дописать. Я был бы рад, если бы этот пакет как-то развивался. Планомерное движение к новым рубежам. То есть все происходит вот просто с точностью до безобразия. В восьмом году, в июне, взят пятофлопсный рубеж. В одиннадцатом году, в ноябре взят, что я сказал, да, десяти пятофлопсные. Соответственно, не вижу оснований сомневаться, чтобы в указанный период была построена столь пятофлопсная машина. Ну и вот, в конце концов, чтобы мы преодолели мир. Мы, в смысле, планета Земля, мировое сообщество преодолели из-за пятофлопсного рубежа. Не вижу пока. Почему видите, что, в общем-то, мы выходим на верхнюю границу прогноза. Мы движемся не по нижней граничке прогноза, а по верхней граничке прогноза. Что происходит довольно... У вас нету слайдов, кто скажет. Что нужно для каких-то задач? Там, один пятофлопс... Хороший вопрос. Хороший вопрос. Да, ну давайте его в дискуссию оставим. Хороший вопрос. Ну, вообще говоря, конечно, просто самую мощную машину, одну самую мощную... Не покупай, Сережа, книжку. Я был у него дома, у него одна книжка уже есть. Значит, это... Мы понимаем, что одна машина для хорошей страны, которая претендует на лидерство в экономической конкуренции, это неправильно. Есть понятие киберинфраструктура. И если проанализировать, просто взять и почитать, а там есть видник, где стоит. Где стоит, для чего используется, это все написано. Если прочитать, что такое первое и двадцатое место, мы поймем, что это крупнейшие национальные центры. Есть понятие национальные исследовательские центры. Действительно крупнейший. Да, это Ливермор, да, это Сандия, да, это... Понятно, что вот такие... Но это научные центры. Это не просто центр разработки, а оружие. Это научные центры. Я собрал их крупнейшие научные коллективы. И они не только оружием занимаются. Если посмотреть, кто там будет, следующие 80 мест, это крупнейшие региональные отраслевые центры. Если посмотреть на следующие 150 мест, то это крупные... По смыслу, да, по смыслу, мы увидим, что это крупные региональные и корпоративные центры. Ну, а дальше остальные 250 – это центры предприятий, научных учреждений, университетов. Ну, вот их позиция. То есть мы понимаем, что это вот некая пирамида, это некоторая иерархия. Понятно, что ниже еще есть широкое основание, опирающееся на высокопроизводительные сервера, мощные установки. Но все-таки это уже, ребята, не суперкомпьютеры, за рамками 500 я не рискую использовать термин «суперкомпьютер». С этой точки зрения есть такое понятие «персональный суперкомпьютер» – это немножко не про то. Это не о том, это немножко другой жанр. По смыслу – это новая инфраструктура государства. У каждого экономического уклада есть своя инфраструктура. Век пара – на Николаевской железной дороге. Все понятно. Императорские, Николаевские железные дороги. Век электричества – Лангойл Ро. Вот инфраструктура государства. Век Германии – автобаны. Это инфраструктура для всей экономики. На этом хребте нарастает мясо всей остальной экономики. Европа – автомобильные дороги. Век углеводородов. Отлично. Магистральный. Нефтепроводы, газопроводы. Все понятно. Инфраструктура для развития всего остального. Любая инфраструктура – это общественное благо, это экономический термин. Ну, то есть, это забота государства, вообще говоря. Поэтому там и осоздано. То есть, там были слушания Конгресса США на эту тему. И вот после этих слушаний как раз и были воспитаны вот эти самые деборы, экономисты, которые говорят, да, нет другого пути, только считать лучше, чем все в мире. И выделение, соответственно, от двух до шести с нарастанием. Два-четыре, там, сегодня порядка шести миллиардов долларов из федерального бюджета на создание этой самой киберинфраструктуры. Это то, что происходит у них. И они понимают, что речь идет о бюджетной эффективности. Они строят федеральный уровень. Конечно, они не отвечают за регионы. Более того, появились уже и региональные. Когда руководство штата Техаса, руководство штата Нью-Мексико уже из региональных бюджетов выделяют деньги и строят региональные суперкомпьютерные центры. Где-то работают корпорации, где-то работают отрасли, складчину, где-то работают регионалы, где-то работают федералы. Но строится киберинфраструктура государства. Вот в силе, совместными усилиями. Федеральный уровень от двух до шести миллиардов долларов. Они строят мощнейшие машины, они соединяют их мощнейшими каналами связи. Мы все знаем слово грид, но теперь там облака. Неважно. И они эти ресурсы отдают бесплатно. Это невозможно поверить, но это факт. Потраченные бюджетные деньги, так же как автомобильные дороги, да, бывают платные, но все-таки большинство бесплатных. Они эти ресурсы отдают бесплатно любому игроку экономики. Есть такая программа Insight. Любой человек, любой деятель экономики, любая компания может сказать, мне надо посчитать. Вот если я посчитаю вот эту штуку, я буду убивать всех конкурентов. При этом он даже не умеет считать, он не знает, что такое сеточные задачи, он не знает, что такое, неважно что. Вот он говорит, если я посчитаю аэродинамику, я слов таких-то не знаю, аэродинамику автомобиля, он меньше на 10% потребления топлива, то я буду убивать конкурентов. Если его идея победит в конкурсе идей, деньги не нужны, то тогда ему дадут математиков, которые сформулируют, формализуют эту задачу, потом программистов, доведут это все до кода и посчитают на самых мощных машинах этой самой страны. Вот что там происходит. И этим пользуются такие бедные несчастные частные компании, как Procter & Gamble, General Electric. Компания IBM участвует вот в этих забегах. Мне надо посчитать будущую электронику на 8 нанометров. Какие там будут технологические процессы. Вот эти компании участвуют в этих забегах и реально они в национальных центрах за бюджетные деньги разрабатывают свои будущие технологии. Вот что происходит. А можно вопрос в этой связи? А вот эти вот математики, программисты, это штатные сотрудники суперкомпьютерных центров? Которые получают бюджетную зарплату. Абсолютно верно. То есть важно не просто потратить деньги, сделать машину. А кто будет за электричество платить? А кто будет программистам платить? А кто будет сменным операторам платить? А кто будет бригадам дежурно платить? Это все оплачивается из бюджета. Это все вот не просто создание, но и содержание федеральной инфраструктуры оплачивается из бюджета. Из налога. Компания приходит туда, пользуется, считает, получает конкурентное преимущество. Потом расширяет свои продажи и платит налоги. В этот момент времени происходит разыграть денег. Нету там сколько стоит сейчас времени? Да нисколько не стоит. Это называется бюджетной эффективностью. Были бы тут экономисты, они меня все поняли. Есть понятие коммерческой эффективности, а есть понятие бюджетной эффективности. Это два разных понятия. Эффективность под растратой бюджетных средств. Она возвращается увеличением налогооблагаемой базы. Больше ничем. Не продажа мир. Не надо смешивать. Вот как выглядит эта киберинфраструктура. Это вот здесь вот стоит дата. Это 93-й год, июнь. То есть июньский выпуск топ-500. Верхние пирамиды это штуки. Сколько штук в топ-10? Следующие 80 машин, следующие 150, следующие 250. А нижняя пирамида это вычислительная мощность. Вот эти штуки дают вот столько мощности. Тут шкала анафтерофлопсов, петоплопсов и так далее. Флажок стоит у того, кто занимает топ-1. У кого топ-1, тому ставится флажок. Соответственно, Соединенные Штаты Америки, Объединенная Европа, Россия, Китай. Мы видим. Значит, и Япония. Вот такая вот картинка. Я нажму клавишу, и побежит мультфильм. Я надеюсь. Вот такие вот чудеса. Сейчас мы это делаем. Есть такое, не понимаю, почему. Сейчас, извините, я хочу добиться все-таки правду. Походит лечо. Бывает такой эффект. Не знаю почему. Второй раз уже. Нет, нет, я проверил перед началом лекции. Работал. Знаете, какая-то точка. Нормально. Видно, как меняется, постепенно люди понимают, что такое сбалансированная киберинфраструктура. И вот то, что происходит у нас сегодня в мире. В мире, в России, в Китае, в Японии. Там были интересные моменты, но мы не можем все это обсуждать. Ну, это вот как бы, кто занимал топ-1 по странам. Вот в этот момент времени, это R-симулятор известная машина, R-симулятор, модель Земли. Пять выпусков подряд Япония стояла на первом месте, причем выше была спревосходствована пять раз. И вот в этот момент времени были те самые слушания в Конгрессе, о которых я говорил. То есть в этот момент времени было спровоцировано слушание в Конгрессе со словами. А как к этому относиться? А может быть и ничего? А может быть, с чем здесь нет? Вообще, а нужная эта страна? Ненужная эта страна нет? Давайте разберемся. И там была серьезная аналитика. Все материалы есть. Можно просто почитать. Они потратили деньги налогоплательщиков, чтобы разобраться вопросом. А что такое ЧПСЕ с точки зрения государственной власти? Все материалы есть. И ответили на этот вопрос довольно досконально. И вот тут вот как раз воспитали ту саму Дебору, которая в последующем говорила свои слова. Вот теперь поговорим вот про это. Правда, искажающая истина, как анализировать ТОП-500. Дело в том, что ТОП-500, в силу своего определения, что мы сказали, что суперкомпьютер это 500 самых мощных машин мира, то ТОП-500 это просто описание, а что такое суперкомпьютерная отрасль. Причем накоплено 40 выпусков этого рейтинга. То есть у нас есть хронология этого понятия. У нас есть 40 полугодовых срезов. Информации там просто море. Можно зайти на сайт и скачать любой выпуск. Причем правильно не читать HTML, не читать веб-странички. Там публикуется 1% от всей информации. Правильно можно закачать в формате Excel и увидеть, что там 40 столбцов. А в HTML от силы 5 столбцов. И там есть масса технических нюансов. Сегодня это почти миллионы разных полей, которые заполнены. Вот тут перечень полей. Анализировать это глазками, ручками просто невозможно. Поэтому я писал и продолжаю сопровождать этот программный продукт. Название топ-500 аналайзер. Это простая программка. Ничего там, естественно, нет. Которая скачивает все. Ну, вернее так, скачивает там. Ну, и руками. Анализирует всю эту информацию. Строит разные веселые картинки. Ну, в том числе ту аниму, с которой мы посмотрели. Я еще не рассказал, что там были цвета. Потом расскажу, почему там было красный, желтый, зеленый. Как выбраны эти цвета. Красный, желтый, зеленый. Значит. Да, конечно, не всегда данные в топ-500 достоверны. Есть факты, когда установки входили в топ-500 до своего рождения. Установки нет, она уже включена в топ-500. Были такие факты. Были факты, когда установки входили в топ-500 после своей смерти. Установку демонтировали и взобрали. Она входит в топ-500. Есть такие нюансы. И есть случаи, когда установки не включали в топ-500. Либо по соображениям секретности. Ну, ни разу ни одна саровская машина не входила в топ-500. Это правда. При этом, это хорошие машины. Явно, если бы они подались, они бы вошли. Но они не подались. Понятно. Вот ситуация такая. Люди не подаются по соображениям секретности, либо по идеологическим соображениям. Вот сейчас появились просто случаи, когда люди объясняют. Да, я не подался. Да, я ненавижу этот ваш лимпак. Ну, вот. Идеологические соображения, любезные, как хотите, назовите. Я не буду прогонять вашу точку. Хотя машина вполне, конечно же, это суперкомпьютер. Да, это все понятно. Да, у нас есть противоречивые, то есть, недостоверные, неполные сведения. Но это не мешает считать доли. То есть, надо аккуратно работать с той информацией, которая есть. Мы же не видим подводных частей айсбергов. Но мы можем, наблюдая за надводными частями, очень точно, с абсолютной достоверностью, соотносить их размеры. Правильно? Вот соотношение размеров, ну да, релейшн. Вот эти дроби размеров, они будут абсолютно точные. Хотя мы не видим подводные части. Ничего страшного. Каждый выпуск ТОП-500 это серьезный новостной повод. Это все публикуется, это все обсуждается. Прессу читают начальники, и начальники делают разные выводы. Ну вот, в частности, вот это на экране, это не моя программа. Это официальный постер, который публикуется вместе с ТОП-500 каждый выпуск. И вот там есть, это кусочек постера, это одна картинка из постера. Здесь описано, где используются суперкомпьютеры. Мы видим, что вот эта вот голубая центральная полоса, это используется в индустрии. Используется в индустрии. Мы видим, что были такие периоды, когда в индустрии, ну, то есть и сейчас в индустрии это самое массовое применение суперкомпьютеров, был период, когда был 65% просто. Даже с гаком. Люди все, это все доступно всем, это визуально все очень понятно. Люди все это делали, считают. Можно скачать Excel и просто пальцами посчитать. Там есть табличка, есть колонка под названием «Сегмент». Excel пользоваться умеют все. Делаете хитр, сегмент равен индустрии. После этого считаете количество. Делите на 500, получаете процент. Это сделать может любой. Посчитать количество установок, применяемых в индустрии. И после этого, а вот это вот слова, это из письма вице-премьеру. Вот это вот из письма вице-премьеру. Использование суперкомпьютеров в промышленности более 6, там, в США. Более 64%. А вот в России меньше. Плохо. Ну, а дальше делаются руководящие выводы. Ну, например, передать бюджет на суперкомпьютерную отрасль из Минобранауки кому? Минпром. Разумно? Ну, если промышленность применяется. Разумно, правильно? Разумно. Ну, или другое. Ну, если 65% стоят в промышленности, то, ну, ясно. 35% надо дать государю его в денег, а 65% привлечение в небюджетное финансирование. Разумно? Ну, нам, с точки зрения клерковской логики, это совершенно разумная вещь. То есть, вот такие управленческие решения, они рождаются, они понятны, они... Вы посмотрите сами на картинку, все ясно, все понятно. И дело в том, что, вот, еще раз, каждый может скачать Excel и посчитать вот эти доли. И доли будут вот такие. И это просто правда. Это действительно правда, что вот столько машин используется в индустрии, вот столько в ресерчек, вот столько в академике... Чисто я не понимаю, чем ресерчек и академик отличаются. Вот эти английские слова, чем отличаются друг от друга, я не понимаю. Но у них, тем не менее, введены две такие категории. Вот столько стоит у вендоров, столько в гармонте, столько это классифайт. Классифайт, это значит, есть подробная информация, где используются. Можно было расклассифицировать, отнести вот это в индустрию, а вот это в исследование. Почему-то это не делается. Ну, бог с ними, это на их совести. И это правда. Но если аккуратнее посчитать, то картинка будет немножко другая. А именно вот такая. И вот это вот истина. Вот это истинные доли. И посмотрите, пожалуйста, на истинные доли. То есть результаты выборов были искажены. Искажены так, что лидер поменялся. Понимаете? Выбрали-то не того. Индустрия была приписана в два с половиной раза. Академическим и исследовательским были сокращены там раза в два тоже. И так далее. Понимаете? То есть ситуация совершенно другая. Можно посчитать, кто больше там продал машины. Обием, Хюллетт, Пакард, Крейт, Лидеры, АПРО, там, ну и так далее. И отношение будет вот такое. Но можно посчитать аккуратнее, отношение будет совершенно другое. Причем мы опять видим, что правда отличается от истины в разы. Не на 10%, не на 15%. Причем очень часто со сменой лидера. То есть победителем объявлен просто не тот. Можно посчитать, какие технологии для интерконекта чаще всего используются. Посчитать, сколько машин построено с помощью Инфинибэнда, Эзернета, Меринета. Кастом это значит, что нельзя купить. Вот там, плохое слово, купить нельзя. Можно купить изделие с этой сетью, но нельзя купить сеть отдельно. Вот, например, BlueJean машина. Вот машину BlueJean купить можете. А сеть, которая используется в машине BlueJean, ее купить нельзя. Вот купить эту сеть и построить свою машину с этой сетью нельзя. Всю машину целиком, пожалуйста. Вот, можно посчитать технологии интерконекта. Получится вот так. Но если аккуратнее построить эти доли, то будет вот такая картина. И она просто чудовищно отличается от той, которую я показал в начале. Другое, пожалуйста, журналистка пишет. Позиция России в суперкомпьютерном рейтинге несколько улучшилась. Было 5 машин, стало 8. 5,8 это значит рост на 60%. Правильно? 5,8 мы все понимаем. Если бы наша экономика за полгода росла бы на 60%, это же чудовищный рост. Это значит, что правильным путем идем товарища ничего больше делать не надо. Правильно? Ну, это правильный чиновничий вывод. Все хорошо, усиливать, Улучшать усилия не надо. Если мы проанализируем реально, что произошло с позициями России в суперкомпьютерной отрасли, то в самом лучшем случае картинка будет другой. Это самый лучший случай. И отличие будет разительным. В чем причина отличия правды от истины? Вот почему так случается, что, и спасибо огромное русскому языку, он могучий, в английском я не знаю, как бы я говорил. Там нету понятия правды и истины. True, true. Как бы совершенно невозможно. А у нас, пожалуйста, все это хорошо. Все понимают, о чем я говорю? Там можно сказать belief and knowledge. Belief это представление реальности. Knowledge это... Вот мы подискутируем потом. Потому что мне предложили перевести это на английский язык и от большого за другие. Ну, belief, да. Нет, knowledge это... Нет, я думаю, что там вот reality. Трус, это reality. Английская фраза, что такое knowledge? Подплату, вперед фразы, да. Значит, абсолютно понятно, в чем проблема. Проблема состоит в том, что мы мерили суперкомпьютером не в том. Да, не в тех попугаях измеряли свои суперкомпьютеры. Значит, и надо понять в каждом случае, надо понять, в чем мы хотим мерить. И вот смотрите, если вы будете сравнивать между собой торговый флот, вы не будете мерить в штуках. Вы будете мерить в тоннаже. Это очевидно. Там каждый раз надо выразить, а что, вот какое главное качество того, что мы хотим измерить. И в нем мерить, правильно? И ответ совершенно понятен. Главный параметр, это определение понятия суперкомпьютера было у нас. Производительность. Желательно на реальных задачах. Желательно на целевых задачах, ради чего мы его купили. На ваших задачах. Но если этого нет, ну хотя бы на лентбак. Ну, это единственное сведение, которое нам доступно. Само собой, вот одна из целей моей жизни, добиться того, чтобы вы прекратили говорить о пиковой производительности. Просто прекратили бы и все. Раз и навсегда. Хотя бы лентбак, да, реальная, хотя бы на какую-то реальную задачу. И в отличие от штук, вот пять одних суперкомпьютеров может сильно различаться от пяти других. Потом мы увидим, что сильно это означает, например, в двести раз. Не в десять, в двести раз. А лентбак производительность, она уже хорошо коррелирует с другими интересными понятиями. Например, научно-техническая сложность. Или объем оборудования. Количество ядер. Количество портов интерконнекта. Сложность топологии. Вот лентбак производительность, деньги. Ну, для инвесторов важны деньги. Им говорят, одна компания продала пять транспортных средств для перевозки нефтепродуктов. Другая три, а третья один. Куда будем инвестировать? Выясняется, одна продала пять бензовозов, другая продала два супертанкеров, а третья продала один магистральный нефтепровод. Вот штуки. Значит, куда будем инвестировать? Так вот, лентбак производительность хорошо коррелирует с деньгами. С технической сложностью, с количеством ядер, с интерконнекта, с количеством портов, с топологиями. Хорошо коррелирует с научно-технической сложностью. С наукой емкостью. Все эти понятия имеют хорошую корреляцию. Почему, правда, так сильно в разы отличаются от истины? Потому что суперкомпьютеры, имеющие очень сильно штуки, очень сильно различаются по лентбак производительности. Вот по параметру Air Max. То есть, есть расслоения в мире суперкомпьютеров. Они очень разные. Они очень разные. И для меня был самого шок, это вот спасибо Юрию Сергеевичу Осипову, он меня заставил посмотреть на это дело. Значит, для меня был шок осознать, насколько сильное расслоение. Просто осознать психологически, насколько сильное расслоение. И в наше время это расслоение из-за гонки, которую объявила Дебора, вот в своей цитате, объявила Антониана, она по жизни есть. Это расслоение ужесточается. Вот причина, собственно говоря, почему. То есть, причина простая, надо победить, а не поучаствовать. Поэтому лидеры, смотрите на велосипедные гонки, да, есть кучка лидеров, огромный разрыв и потом вся остальная толпа. Вообще говоря, это было видно давно. Это чисто психологическое замыливание взгляда. Просто надо было понять, что один сантиметр вот здесь, и один сантиметр вот здесь, и один сантиметр вот здесь, это не рядом. Потому что шкала логарифмическая. Это вовсе не рядом. Это очень-очень далеко. Потому что шкала логарифмическая. И расслоение было видно уже вот здесь. И то, что оно не осознавалось головой, это чисто психологические сложности И вот я взял июнь 2012 года и выписал, смотрите, 10 машин, следующие 10 машин, следующие 80 и 400 Я выписал от скольких до скольких у них линпап производительность Ну вот от сих до сих Чем хорош июнь 2012 года, потому что можно слово терапоб заменить на километры в час И получится разумное число Ну для того, чтобы симпатически осознать И получается, что вот эти 400 установок это очень похожие, технически похожие изделия Потому что изделия, которые передвигаются со скоростью от 61 до 173 км в час Это изделия одного плана, это автомобиль Ну и вполне скромненький автомобиль, 173 км в час, нормально, может ездить Ну, по более-менее приличной дороге Следующие 80 машин, смотрите, сократилось, да, тут было 400, тут 80 Следующие 80 машин, это 173 819 Ну поршневая и начало реактивной авиации Но тоже никакой экзотики, ничего такого сверхъестественного Вот эту машинку каждый может купить сам Ну, стоит денег, конечно, но тем не менее она доступна Это 450 км в час Вполне нормально То есть это не начало вот этой области Это, в общем-то, такая хорошая серединка Следующие 10 машинок, следующие Околозвуковая, на граничке звука Ну, граничка звука, близко к звуковому переходу 1М Очень тесный интервал, посмотрите, они отличаются на 20% друг от друга А дальше последние 10 Смотрите, что происходит Происходит просто чудовищный, вот чудовищный разрыв Значит, первое Это 13М, таких машин просто нет Сегодня ту фотографию, которую я здесь привел Это экспериментальная штуковина, которая еще там толком и не летает А которая 6М Вот 13М, это просто настолько другая теха И понятно, что они не могут быть технически одинаковы Они технически должны сильно отличаться друг от друга Это не могут быть изделия одного плана Есть расслоения в области, в мире центра компьютера Вот эти расслоения на постере Первая десятка, первая пятерка, первые пять машин Имеют производительность от сил до сих Где за 100% принято производительность топ-1 Следующие пять машин, это коричневая область Потом голубенькая, 10 машин Потом оранжевенькая, 80 И там вот, которые возле плинтуса Вот эти черненькие и фиолетовые Это вот оставшиеся 400 машин Вот как картинка-то выглядит Та же картинка, только сбоку И сейчас идет мультфильм И мы видим, как меняется расслоение Из года в год меняется расслоение И сегодня расслоение чудовищное Оно просто усугубилось в последние годы Вот что происходит Происходит то, что 490 машин в 10 раз и более Хуже, чем топ-1 430 вообще в 50 раз и более хуже, чем топ-1 Это абсолютно разные изделия И именно поэтому, когда мы считаем в штуках Ну, здесь понятно Принцип почти, принцип Вильфреда Паретта И это объясняет, почему, когда мы считаем в штуках Мы ошибаемся вот так в разы Ну, а теперь, когда мы уже это все поняли Мы можем восстановить истину Мы можем ответить вопрос А где же применяются суперкомпьютеры? Для этого нужно доли посчитать не в штуках, а в производительности Это будет равносильно объемам инвестиций, деньгам Это будет равносильно учислительной мощности Количеству ядер, количеству портов интерконнектор И всему прочему Это реальные доли Это действительно будет истина Это вот постер Это постер официальный Я аккуратно измерил каждый цвет И настроил свое программное обеспечение Чтобы оно в точности его воспроизвело Это моя картинка Те же самые цвета Чтобы доказать, что я считаю это все правильно Официальный и мой Они просто один в один Немножко другой формат выдачи Там есть оси горизонтальные Но вот просто один в один После этого я что сделал? Я немножко все-таки переквалифицировал И вел 4 градации Индастрии РНД Вот академию ресерча собрал просто в РНД Я расклассифицировал Анплассифайт Потому что там есть дополнительное поле Которое позволяет отнести Либо в индастрии Либо в РНД И очень маленькая доля Оно Когда действительно нет информации Для чего используется И есть Гавмант энд милитари Гавмант энд милитари Но цвета выбралось В соответствии с предпочтением Наших руководителей страны Все что относится к экономике Для них зеленый цвет То что относится к науке Это красная тряпка И так далее И вот в штуках В штуках оно вот так И действительно С какого перепугу Мы будем Пускай Если это используется в экономике Ну пускай экономика и дает денег И пускай Минпром за это отвечает Но если мы теперь перейдем От правды к истине Если мы долю посчитаем Производительности Картинка изменится вот так Еще раз Вот это правда А вот это истина Суперкомпьютеры Используются для производства знаний Суперкомпьютеры используются В первую очередь Их вычислительная мощь По большей части Используется для науки Для производства знаний И очень малая доля Для реальных Индустриальных приложений Это просто реальное положение дела Для того чтобы понять Как и почему Надо построить эти отношения Для первых десяти машин Для следующих десяти Для восьмидесяти И так далее И так далее То есть разбить еще на сегменты Да Ну не буду уже мучиться Мультфильм там должен быть Ну вот что-то опять И сегодня все происходит Вот таким вот образом То есть в первых десяти машинах Только научные применения В следующих десяти Только научные И потом потихонечку Появляются индустриальные применения То есть можно разглядеть Ареал обитания Где кто обитает Да Где кто обитает И не надо стремиться На Ломоносове делать Индустриальные задачи Потому что это глупо Так никто не делает в мире Потому что Ломоносов Это вот из этой части И там нет индустриальных приложений Индустриальные приложения Появляются на машинах Которые числом поболее Ценою подешевле И вот понимание вот это Какая доля Какой сегмент Для чего используется Очень важно И это объясняет Почему расхождения Между Расхождения Произошли вот в этих числах Более того Правильно было бы Сделать ширины Столбцов разной Вот сейчас ширина Пропорционально Вычислительной мощности И тогда Действительно Количество краски Это просто Отражает реальные доли Вот в этой части Картинки Опять ареал Обитание Он понятен Либо можно было Подобрать Такие правильные доли Две машины Дают 20% Всей мировой мощности Следующие 6 машин Дают 20% Всей мировой мощности Следующие 35 машин Дают 20% Всей мировой мощности И так далее И тогда Картинка тоже Будет справедливой И правильной Эта вот истинная доля Будет правильно отражена Какие процессоры Используются Чаще Вот это официальный Постер Он просто Публикуется И мы видим Какой процессор Самый Самый Популярный Мы же все Не знаем Intel IBM Уступает Не то слово Сколько раз AMD На задворках История Это понятно И так далее И это правда Каждый может проверить Просто штуки посчитать А вот это истина И опять мы видим Что IBM Обидели в разы Просто в разы Intel Ну в полтора раза Он да-да Он лидер Нет вопросов Но не такой Как кажется И позиция AMD Не такая Плохая Как кажется Значит О Матфин заработал Тут заработал Вот такая мистика Можно посмотреть Как в истории Они Как друг друга Они вытесняли Из разных сегментов И вот что сегодня И вот картинка Которая сегодня Вот ареал обитания IBM И видно Куда направлен На центр тяжести Вот здесь живет IBM А вот здесь живет Intel И видно Куда он направлен По своим устремлениям Как его вытеснили А вот здесь живет AMD Вот картинка Вот истинное положение И это позволяет понимать В зависимости от того В каком сегменте Вы собираетесь что-то делать На кого правильно опираться Кто больше Ну какой Какой самый успешный продавец Кто продает Опять-таки Вот это официальная картинка А вот это истинное положение То есть если вы инвестор То это не отражает деньги Вот это отражает деньги И опять мы видим Что история о том Что Крей потерял свои позиции И все И не смог оправиться Это история ни о чем Все немножко по-другому И было по-другому Посмотрите Какая здесь доля И какая здесь доля С картинкой искажена До неузнаваемости И то же самое здесь Что происходит Вот такая петрушка И опять-таки Значит причина Ровно та Иногда работает И опять ареала обитания Вот эта гигантская доля Хьюлит Паккарда Которая здесь нарисована Это доля ни о чем Я не то что я плохо отношусь С Хьюлит Паккарда Я хорошо отношусь До тех пор пока Мне не прислали на отзыв Письмо от Хьюлит Паккарда Ну по-простому Президенту России Давайте мы сделаем Вам самую мощную машину Вот с таким ареалом обитания Вот их ареал обитания Предлагать сделать Самую мощную машину Топ-1 Но это немножко не о том Какой интерконнект используется Это серьезная тема Какой интерконнект используется Для суперкомпьютеров Чаще Вот тоже то что мы видим Штука Как бы вот мутной такой волной Ворвался гигабитный эзернет И было время Вот здесь вот время Когда просто более 50% Всех суперкомпьютеров Было сделано на технологии эзернет И это правда Это действительно правда И мы видим Что технологии кастома Это то что нельзя купить Вот это нельзя купить Это надо Либо купить всю установку Если продадут Они как правило под эмбарго Продадут с большим опозданием Блюджин стоит в Московском университете Через 6 лет После того как он появился Нормально Продадут Пройдет 10 лет Вам все продадут Значит Либо То есть это купить невозможно Надо сделать самому То есть это надо разработать Такого класса изделия Надо делать самим А это да Это коммерчески доступно Красное это то что надо просто делать самим Это в штуках А вот это в производительности И картина просто В разы Значит Ну опять Мультфильм не работает Кому интересно Потом нужно посмотреть Вот на самом деле Реально картинка Как оно все происходит Оказывается Что машины Здесь в классах А, Б, С, Д Как раз А, Б, С, Д, Е Как это Это как-то У экономистов есть Вот 5 категорий Равномочных Квинта Чего же Квинтина По-моему Значит Вот ареал обитания То есть Ethernet Он живет Вот здесь InfiniBand Не используется Для самых Мощных машин Не используется Нельзя было Ломоносово Делать InfiniBand Просто Нельзя Ну либо По крайней мере Понимать Что это Слабое место И вот это Понимание Очень важно Потому что Когда приходишь И говоришь Клеркам Говоришь Дайте денег Надо делать Свой интерконект Они отвечают Да ты что Во всем мире Строить На InfiniBand На Ethernet Значит Посмотри Пожалуйста Доля Ну все строят На InfiniBand На Ethernet Зачем делать Свой Это дорого Это непонятно Это риски И приходится Долго-долго Объяснять Что нет А вот не так А вот не так Ну и наконец Позиция Россия Укрепляет ли Она Своя позиция В суперкомпьютерной Отрасли Но для Мы теперь Обладаем Правильной Методологической Базой Давайте просто Посчитаем Сколько Вычислительной Мощности Под ружьем Есть у каждой Страны Да Просто Вот возьмем ТОП 500 И просуммируем Мощность Не штуки Мощность И тогда Мы увидим Ну она Прерывистая Вот линия Россия Линия Китая Япония Объединенная Европа США И тогда В каждый В каждый момент Времени Можно проделать Вот такую Математическую Штучку В каждый момент Времени Помните Это анекдот Насколько мы Отстали Вот в каждый Момент Времени Можно померить А сколько Лет назад Это столько Было у США Или у Европы Или у Китая Или у Японии И померить Насколько мы Отстали От каждой Конкретной По энерговооруженности По вычислительной Мощности И построить Этот график И тогда Станет ясно Где мы Сокращали Свой отрыв Где мы Догоняли И где мы Упрочняли Своё Отставание Вот последний Период времени Это гигантские Финансовые Вложения На огромные Циферкомпьютерные Проекты Результатом Этих Гиперусилий Является Планомерное Усиление Отставания России Но видимо Немножко Не так Что-то Происходит Анализировать Причины Это второй Аспект Сначала Надо понять События Мы построили События А дальше Можно анализировать Причины Второй способ Второй способ Это отставание Не от стран А от технологий Можно сказать Есть технологии ТОП-1 Есть технология ТОП-5 Есть технология ТОП-10 Давайте возьмем Самую мощную Машину России Вот этот кружочек И от нее Проведем Сколько отстаем От ТОП-1 И не важно Куплена она Или своя Не важно Возьмем ТОП-Россию И посмотрим Когда бы она Стала ТОП-1 В мире Сколько лет назад Она стала бы ТОП-1 И так сделаем Для каждого Момента Время Последний Период времени Мы планомерно Это нормальный год Год хороший Все в порядке Мы планомерно Усиливаем Своё отставание ТОП-1 Мы В общем Немножко Застабилизировали Либо усиливаем Отставание ТОП-5 И ТОП-10 Были периоды Когда мы В общем сокращали А сейчас Мы вот просто Планомерно Нормально Усиливаем Своё отставание Ну и наконец Просто Какая доля В мировом Доля в мировой Производительной мощности Есть у России Вот график И вот периоды Когда мы Увеличивали свою Энерговооружённость Так сказать И вот периоды Когда на фоне Всего мирового уровня И вот график Когда мы Сокращаем Эту самую Энерговооружённость Не надо думать Что Программа Скифгрид Что она создала Все эти мощности Да Она создала Синергетический эффект Все проснулись Это не означает Что мы Все это построили Чепуха Но все Заактивничали И пошёл Вот такой Нормальный рост Есть так Вот Нравится кому-то Не нравится Но есть вот такая Корреляция Периоды выполнения Программ Скиф И укрепление Реальное Укрепление Позиций России Суберкомпьютерной Индустрии Нравится Кому или не нравится Но это истинно Это истинное Положение Значит Вот этот кусочек Лекции Я рассказывал Не только рассказывал Есть статья На эту тему Кстати Вышла на запад Пока В Литвях Значит Эту статью Я дал одному Замминистру Почитать Профильному Связи Информатизации И специалисту Специалиста Реакция была такая Что ну все понимают Что надо не только В штуках мерить Но ещё и в производительстве Я ему говорю Ну все понимают Но никто не делает Такая ситуация Это во-первых Во-вторых Ты не понял Я сказал Что в штуках нельзя Не то что можно И так и так Нет Вот так точно нельзя Делать надо только так У замминистра Слава богу Была реакция Более правильная Что вот Буду смотреть На такие рейтинги Ещё с одной стороны Спасибо Хоть что-то Глядишь Сдвинулась Вот собственно говоря Ситуация Так Есть ещё времечко Следующий блок О чём хотелось поговорить Это поговорить Всё-таки О перспективах О перспективах Они отражены В сегодняшнем положении Пиковой Вот части нашей отрасли Топ-1 Топ-10 И То куда же мы будем двигаться Понятно По географии Больше всех таких машин За всю историю США Япония Европа Китай Канада Китай очень интенсивно Рвётся сейчас туда И делает это осмысленно Как осмысленную Осмысленную политику Государственную Естественно Что Китай Это страна С очень короткой Вертикалью власти И так далее Ну давайте посмотрим Примеры Как это выглядит Вот посмотрите Как компьютер Япония Был топ-1 В 11-м году В ноябре 11-го года Что произошло Хочется на несколько моментов Обратить внимание 10 петафлопс 12 мегаватт 1 петафлопс 1 мегаватт Примерно Да То есть Это установки Которые потребляют Как маленькие Городишки Такое Количество ядер Близко к миллиону 700 700 700 тысяч ядер Собственный интерконнект Про что я говорил Не строят На Инфини Бенде Собственный интерконнект Водяная система Охлаждения Жидкостное охлаждение 12 мегаватт Электроэнергии Механическая работа Не совершается Внутренние энергии Не накапливается Значит 12 мегаватт Тепла 12 мегаватт Электроэнергии Значит 12 мегаватт Тепла Вот в этом объеме А теперь Уносить его Каким-то образом Его вытаскивать Поэтому Жидкостная система Охлаждения Собственный процессор Кстати говоря Ну он там Делал дело с Альянсом Но их место Вот эта машина Не входила в топ-10 Она была рядом Она там Рядышком стояла Водяное охлаждение Полностью Водяное охлаждение Всего Собственные процессор Один петафлопс Один петафлопс Примерно Там чуть-чуть Не вытянули Один петафлопс Один мегаватт Очень хорошо Хороший соотношение Для примера Вот другие машины Вот это граф ускорителя А это А тут нет Это однородная машина Тут нет граф ускорителя А вот это Его А Два петафлопса Семь мегаватт Три с половиной То есть хорошая машина Симпатичная машина Мы в части эффективности В общем проигрываем Очень сильно Очень сильно Наша лидерская машина Проигрывает очень сильно Вот так это выглядит В поддушных охлаждения У нас все стоит Да В В Ломоносово Ломоносово Воздушных Значит вот как выглядит Это дело Очень Очень компактная установка Ну вы видели фотографию В форме цифры 0 Когда я спросил Я думал Что Ну может 3D2 Нет Просто радисты Ну как У нас же 0,1 Вот 0 Значит вот это Вычислитель Вот это Сторидж Их Собственной На многих фотографиях Именно его Выдают за Суперкомпьютер Значит Это Это Сторидж Никакой Это не суперкомпьютер Это пожаротушение А это Совершенно Другая Кластер Это Это Кластерная Установка На Интелах Которая не имеет отношения К этой машине Просто стоит в этом же здании Вот это Они сдают Коммерческое использование Это Только для Для То есть это Национальный ресурс Это Коммерческий ресурс Это Центр управления Здесь тоже Вот Можно ходить Сенсорные экраны Система мониторинга Прям вот Пожалуйста Все Все очень Грамотно Все очень хорошо Вообще Корпорация Заслуживает Огромного Внимания Является Партнерами Компании Интел Оттуда Забирают Кучу информации Например Они Завалидированы От технологий Купиай Чтобы было понятно Что это такое В мире Есть 4 Компании Кому Интел Предоставил Доступ Технологии Купиай Эти компании IBM Cray Silicon Graphics Купленная Креем И InSport Больше Никого нет Просто Вот уровень Чтобы понять Уровень Этих ребят Вот Такая Вот Петрушка Значит Да Это уже Решено Они Участвовали В нашем Форуме Значит Мы подписали С ними Контракт Ездили В общем Пытаемся Очень тяжело Очень тяжелые Партнеры Жутко тяжелые Партнеры Но пытаемся Что-то с этим Сделать Вот Sequoia Посмотрите Внимательно Один Петрофлопс Полмегаватта На петрофлопс Примерно Полмегаватта На петрофлопс Собственный Интерконнект Жидкость Жидкостное Охлаждение Не написано Но это Жидкостное Охлаждение Вот такая Петрушка Sequoia Ну Сегодняшний Топ-1 Гибридная Архитектура Полмиллиона Ядер В сумме Собственный Интерконнект Жидкость На уровне Шкафа Здесь не Жидкость На уровне Платы Жидкость На уровне Шкафа Вот Что происходит Вот что Собственно Говоря Происходит Я хочу Рассказать Про Я считаю Что это По технологическим Решениям Она Входила В топ-500 В топ-100 Вернее В топ-500 В топ-100 Но по технологическим Решениям Задание У нас было Такое Задание Разработки Вот этой Машины Было Простое Построить Технологию У нас не было Денег Мы участвовали В конкурсе Моломоносов Кстати говоря Вот с этим Решением Значит Мы проиграли Все Все грамотно Все нормально Значит Но Государственное Задание Этой разработки Было Простое Построить Технологию Которая Позволяла Бы при наличии Денег Построить Туп-1 На тот Период Вот Собственно Говоря Ради Чего Делась Эта машина Есть Такая Программа Skif Skif Grid Очень Скромная Ну Все знают Цифры Последних Вот На 9 лет Мы Расстратили Государевых Денег 9 лет Мы Расстратили 571 За 9 лет Сегодня В год Там 2 Миллиарда 3 Миллиарда Легко А здесь Вполне Скромные Бюджеты Создали 4 Серии Суперкомпьютеров Каждый год Мы Продвигались Каждая серия Это было Продвижение И по Процессорам И по Интерконнекту И по Программному Обеспечению Ну По Всем Вот Этим И Есть Логика Создания Машины Skif Skif Aurora Технологии Skif Aurora Итак Мы Хотим Сделать Технологию Которая Могла Быть Топ-1 При Наличии Денег Заказа Могла Быть Топ-1 Нам Нужна Максимальная Прозводительность Максимальная Масштабирование Само Собой Только Свой Интерконнект Ничего Быть Не Может Хорошая Топология Ну Вот 3D Тор Пускай Собственный Интерконнект Обязательно Масштабируемый Который Позволял бы Строить Машину Такого Класса Сочетание Гибридная Архитектура Да Гибридная Архитектура Для части Задач Можно Было Гибкая Гибридность Максимальная Плотность Упаковки Мы Хотим Масштабироваться Гигантским Образом Значит Максимальная Плотность Упаковки Это Короткие Проводники Это Меньшие Затержки Но Отсюда Обратная Сторона Медали Русские Говорят Медали А западники Говорят Монеты Обратная Сторона Медали Будет Большое Тепловыделение В единицу Объема Гигантский Масштаб Значит Будет Необходимость Слова Такие Надежность Мониторинг Управления Это будут Такие Критические Слова Соответственно Жидкостное Охлаждение Просто Примой Вывод Логический Инженерная Логика Отсутствие Жидкостное Охлаждение Дает Отсутствие Подвижных Частей Отсутствие Вибрации Это повышает Надежность И все-таки Нужна хорошая Система Мониторинка Вот Логика Жидкостное Охлаждение Дает Энергоэффективность Ну и Отсутствие Вибрации Подвижных Частей Хорошая Эстетика Эгономика Вот Инженерная Логика Того Проекта Который Был Сделан Значит Вычислительный Узел Два Процессора Стандартных Здесь Большая ФТБА Которая Обеспечивала Интерконект Отечественный Интерконект Вспомогательный InfiniBand Это вспомогательная Сеть Для TCP IP Там Где обычно Используют Ethernet Вот Сама Плата Такая Плата Накрывается Охлаждающей Пластиной Есть Два Гидравлических Разъема В пластине Сделана Канавка Пластина Касается Всех Микросхем И Вот За счет Тока Воды По этой Пластине Делается Охлаждение Все Платы Все Платы Имеют Охлаждающую Пластину Это Вычислительный Узел Это Блок питания На 6 Киловатт Он же С пластины Охлаждения Это Блок управления Она же С пластины Охлаждения И вот Шасси Сверху Блок управления Вот он Виден Снизу Блок питания Вот он Виден И вставляется 16 Учислительных Узлов Вы получаете То что Называется Корзина Точнее Полукорзина Сабрек Вам не нужен Ток воздуха Поэтому Вы можете Герметично Запечатать Вы можете Запечатать Герметично В качестве Такой Крышки Используем Ради эстетики Ради просто Эргономики Используем Сенсорный ЛСД Игран И вот Этим экраном Мы запечатываем Всю корзину Получаем Вот такой Кирпичик Сзади Есть Небольшое Количество Гидравлических Машин Бэкплей Бэкплей Объединяется Инфинибэнд Значит Верхняя Плата Имеет Инфинибэнд Свич Поэтому Небольшое Количество Дополнительных Выходов И на Инфинибэнд И на 3D Тор И вот Берем Стандартную Стойку И вставляем 8 Корзин С одной Стороны Они Коротенькие И нам Не нужен Проход Воздуха Поэтому 8 С другой Стороны Всего 16 Этих Самых Полукорзин И получаем Установка Красивая Установка Красивая И Нормальная Полностью Бесшумная Вот эти Самые Сенсорные Экраны Никакого Протока Воздуха Ничего Нет Никаких Подвижных Частей Солит Стоит Диски Естественно Значит 3D Тор Отечественный ФПГ Ускоритель 100 Киловат Вот этот Шкаф Это 100 Киловат Чтобы Было Понятно Что Такое 100 Киловат Сидерикам Это Понятно Всем Уходим В баню Русская Каменка Это 10 Киловат В этом Шкафу 10 Русских Каменков Если Вам Нужна Большая Мощность Вы Просто Ставите Шкаф Стенка К стенке Это То Что Мы Подавали На Компус Полуманосов Мы Предлагали Построить Такую Машину 25 Шкафов Это Один Петафлосс Опять Можно Охлаждаться Горячей Водой Так Оно И Есть На Вход 50 Градусов На Выход 55 Это Уносит Все Тепло Которое У вас Выделяется Электроникой Это Означает Что У вас Фрикуллинг То Даже В Жаркое Лето Если У вас Окошком 40 Градусов 55 В 40 Отдаст С В Без Чиллеров Без Дорогостоящих Позатрат И Дорогостоящих Однократно И Дорогостоящих По затратам Внешних Изделий Оригинальная Была Система Питания То есть Мы К шкафам Подводили 48 вольт Не 220 Не 380 Мы Подводили Шкафам 48 вольт Это означало Что Выбрасывался Один Каскад Преобразования Электричества Первым Такие вещи Стал делать Гуголь Это Была Пиковая Технология Сейчас Постепенно Туда Уходят Все Мы Первые Кто применял Суперкомпьютерные Отрасли Эта вещь По Архитектуре Два Процессора Оперативная Память Впаяна Ради Надежности То есть Без Разъемов А впаяна Фриз Моршотизатор Трехмерный Тор И Инфинибент Вот как Это Выглядело ФПГ Соединялся Очень тесно 80 гигабит Секунду Двумя каналами PCI Экспресс Второго Поколения Инфинибент Это 40 мегабит А мы Инфинибент 40 мегабит Наружу У нас Наружу 60 Полтора раза Больше И Разница Между 60 и 80 20 мегабит Это давало В пике На самом деле Больше Это давало Возможность Разместить В ФПГ Не только Маршрутизатор Вот он Размещен Маршрутизатор Но использовать Его ресурсы Как ускоритель Для тех Или других Задач Отдельная Сейсинхронизация То о чем Я вам говорил Барьерная Сейсинхронизация Это отдельная Сеть Отдельная Реализация Очень эффективная Барьерная Сейсинхронизация 3D Tour Он хорошо Отвечал Всей логике Построения Машины Кольцо Первого Измерения Было Реализовано На Бэкплейне Просто Это Размер Это Кольцо Размера 16 Это Было На Бэкплейне Кольцо Второго Измерения Это Кольцо Внутри Шкафа 16 Сабреков И Вы Внутри Шкафа Замыкали Второе Кольцо И Третье Измерение Это Когда У вас Много Шкафов Вы Прокладываете Кольцо Третье Все Знают Как Прокладываются Торы Кольца Берете Велосипедную Покрышку И Сжимаете В одну Линию Или Лучше Велосипедную Цепь И Понимаете Что Кабели Достаточно На Половину Кабели Достаточно Вот Такой Длины Все Больше Ничего Не Надо Если Кабели Вот так Провязывать То Вы Получите Кольцо Это Получится Кольцо Через Семь Кабели Нужны От Одного Шкафа К Другому Через Один Это Максимальная Длина Кабелей Поэтому Низкие Задержки Высокая Пропускная Способность Пропущем Весь Стэк Программного Обеспечения Был Сделан Причем Вот Я Утверждаю Что Все Все Неправильно Реализуют И Пять Все Значит Есть такая штука Что Все Вышли Из Одного И Того Же Исходного Кода В Какой-то Не буду Нету Времени В кулуарах Кому интересно Могу объяснить Значит Вот Архитектура Построения Этого Кода Была Другая И Мы Не Наследуем Ту Ошибку Архитектуры Которая Наследуется Во всех Реализациях МПА И Которая Ведет Проблеме Масштабирования МПА Мы Свободны От Некоторой Ошибки Поэтому Можем Показывать Лучшие Характеристики Нарольной МПА И Не Только МПА Есть У меня Такой Доклад Называется Есть ли Жизнь После МПА Ответ Да Есть И Сегодня Популярны Другие Парадигмы Подходы К параллельному Программированию ШМЕМ Креевская Библиотека ШМЕМ Шерит Мэмрия РМСи Гаснет Пегас Вот Все Что Сегодня Популярно И перспективно На долгосрочную Перспективу В сторону Экзофлопса Это все Было Эдвизовано И сами Библиотеки И языки Поверх Этого Ну и Прикладные Программы Поверх Всего Речь Была Настолько Удобная Что Было Подписано Соглашение В известный Проект КАСТО Ну кто Сидит За Отраслью Я не знаю У них Была Другая Своя Собственная Интерконнект МВС Экспресс Туда Просто Принесли Весь Этот Стэк Чуть Чуть Поправив Корт Вот Этих Частей Вот Это Стэк Исходный А Селенький Это То Что Пришлось Чуть Чуть Подправить А Это Результаты Сравнения С Максимальной На тот Момент Времени Коммерчески Доступной Интерконнект По пропускной Способности В полтора Раза Лучше Мы Чем Инфинибэн Кудиар По задержке Ноздря в Ноздрю Просто Одинаковая Задержка И есть Третья Характеристика Которая С течением Времени Становится Ключевой Вот Обратите Внимание Кто Занимается В этой Отписи Был Этап Когда Все Говорили Про Бендвис И больше Не про Что Потом Этот Этап Закончился И Стали Говорить Про Летензи А Про Это Стали Немножко Замолкать 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 И Вообще Затихли И Стали Говорить Про Летензи А Вот Сейчас Наступило Времени Когда Говорят Про Месседж Рейт И Чем Дальше Тем Больше Скорострельность Это Важнейшая Характеристика Для Дейта Интенсив Приложения Вам Надо Быстро Раздавать Быстро Собирать Вам Надо Уметь Очень Быстро Все Делать Пять Раз Не на 10 Процентов Не на 15 Процентов Пять Раз Мы Еще Далеки От Мирового Рекорда Еще Пару Раз Но Мы Сделали Первый Важный Шаг Это Почему Надо Заниматься Своим Собственным Интерконнектором Гибридная Архитектура Она Была Очень Интересная И Осталась Машина Жива Она Существует Она Состояла Вот Чем Что Стандартные Части Были Связаны С Помогательной Сетью А Ускорители Были Связаны Интерконнектором Стандартные Не могли Общаться Через Системную Сеть Но Через Плист Но Была Другая Ситуация Что Отдав Кусок Счета На Ускорители Вы Могли Организовать Такую Вечь Что Этот Кусок Счета Был Распределенный И Они Общались Бо Между Собой Не Вызывая Прерываний В стандартной Части В стандартной Части То есть Ускорители Могли Общаться Между Собой Не Вызывая Никаких Событий В стандартной Части Вот Эта Вечь Довольно Интересная И Потенциально На мой Згляд Ну Такая Перспективная Не волнувся Сейчас Дупой Усю Правда Да Позже Нас Кстати Говоря Скиф Аврора Была Первая Установка Где Все Печатные Платы На стандартных Оговорюсь Я не дурак И знаю Историю На стандартных Процессорах Первая Установка На стандартных Процессорах Где Все Печатные Платы Охлаждались Жидкостью Второй Была IBM Акваза Отстали На три Дня Ну Отстали Система Мониторинга Просто Пролесну Я слежу За временем Хочется Сказать Что-нибудь Важное Покажу Последний Слайд То есть Была Разработана Гигантская Сенсорная Сеть Которая Опутывала Все Вот просто И блоки Питания IPMI Кто знает Это слово Это Возможность Мониторить Только Вычислительные Узлы Ребят А у вас Интерконнект Это что Простой Инженерное Изделие Нет Его тоже Надо Мониторить А у вас Блоки питания Это простой Инженерное Нет Их сотни Тысячи Десятки Тысяч То есть Система Мониторинга Управления Должна Путывать Все И это Было Реализовано Была Возможность Выключить Кусок Блока Питания Что-то Произошло И мы Причем Была Возможность Принять Решение Локально Вот здесь Стоит АВР Вот здесь Стоит АВР Вот здесь Стоит ARM Даже Когда Не работает Сенсорная Сеть Хотя Она тоже Она своя Собственная Выделенная Она не связана С инфинибендом Она отдельная Отдельная Кабельная Структура Отдельное Электропитание Для нее Вся установка Выключена А сенсорная Сеть Включена Она потребляет Там несколько Ватт на шкаф Все выключено А она живет И через нее Происходит Процесс Включения Она включает Все Чуть-чуть Включила Померила О Можно включать Дальше Померила О Можно включать Дальше Процесс Запуска Процесс Остановки Процесс Реагирования На Нештатные Ситуации Вот все Вот это Серьезная Вещь Это серьезная Разработка Которая Которую Вот просто Надо было Сделать Ну Довели До До Топ 100 Вот 88 место Важно Что Отечественное Программное Обеспечение И По Семи Ключевым Технологиям Было Превосходство Реально В момент Создания Было Превосходство Улучшенное Масштабирование Значит Повышение Эффективности Синхронизации То есть Отдельная Сеть Синхронизации Поддержка Не только НПИ Ну и перспективных Это То Что Важно И то Что Действительно Выделяет Ее Как Такая Наш Как Технология Не машина Не установка Возможность Построить Топ Один И двигаться Вперед Все Это Сделано Ни одной Организацией Непосредственно Вот Просто В работе Работало Семь Организаций Они Просто Работали В этом Проекте Непосредственно И 20 Организаций Портировали Свои Установки На Свой Софт На Эту Машину Что Будет Дальше А какие Проблемы Стоят Перед Отраслей Куда Двигаться Дальше Вот Здесь Выписаны Те Проблемы Которые Стоят По Пути Движения К Высокая Плотность Упаковки Та же Самая Инженерная Логика Низкие Задержки Значит Маленькие Проводники Высокая Плотность Снижение Удельного Употребления Электроэнергии Желательно Снижение Вообще Употребления Электроэнергии Эффективная Надежность Надежный Отвод Тепла Вот Все Все это Надо решать Для того Чтобы Двигаться Дальше И Вот Те Задачи Которые Решались Проективские Фавроры Не значит Что решены Но мы По крайней мере Прикоснулись К этой Проблематике Сделали Первые Шаги Правильного Управления Вот Кроме Разве Что Вот Этого По Всем Позициям Мы Немножко Это Большая Кооперация Российских И Белорусских Специалистов Чуть Чуть Продвинулись Значит Интерконнект Важнейшая Проблема Для Будущего Занимается Не только Мы Сегодня У нас Есть Вот Эта История Сегодня У института Гигантский Проект Называется Паутина Создание Отечественного Интерконнекта На будущее С перспективой Вот там В экзофлопсные Масштабы Есть Усилия Кванта Вместе с Келдышем Это тоже Понятно Есть Разработка Ницерта То что Реально Есть В России И есть Разработка Росатома Вот Четыре Команды Занимаются В России Интерконнектом Может быть Там Слишком уж Втихую Но Тем не менее Эта работа Есть И она Позитивна Обратите Внимание Насколько Это критическая Технология Вот Примерно Год назад Интел Рванул туда Он скупил Во-первых Он скупил Кусок У Крея Он купил У Крея Кучу Патентов Связанных С их Интерконнектом Есть такое Понятие Креевский Интерконнект И он купил Весь Бизнес Кулоджика Который Связан с Инфинибендом У Кулоджика Сегодня Инфинибендом Нет Все Купил Интер Цель Простая Они хотят Через Свой Собственный Интерконнект Прокинуть Купи Это будет Серьезная Вещь Это будет Такое Жесткое Решение И надо Быть К этому Готовым И надо Быть Уметь Отвечать Потому что Боюсь Что Какие-то Вещи Будут Недоступны Либо Доступны С пятигодичным Отставанием Вот Те Проблемы Которые Нужно Решать По движению К своему Интерконнекту Еще раз Отмечу Вот эту Позицию Высокий Темп Выдачи Сообщений Вот Это Очень Интересная Позиция Вычисление Во время Передачи Вычисление На лету Во время Передачи Данных Вот Это Просто Было Запланировано В интерконнекте Скиф Аврора All Reduced Вы раздали Задачи И вам Нужно Посчитать Максимальное Решение То есть Считайте Во время Передачи Один Второй Передают Хоп Встретились Максимум Взяли И вы Уменьшаете Трафик То есть Многие Речи Можно считать Во время Передачи Система Охлаждения Логика Очень простая Большая Производительность Меньшие Задержки Значит Короткие Проводники Значит Большая Плотность Упаковки И это Правда Для чипа И для Печатной Платы И для Шкафа Мы Стараемся Все Упаковать Очень сильно А это Означает Большая Объемная Плотность Тепловыделения Больше Тепла В единицу Объем А значит Нужна Более Эффективная Система Охлаждения Пример Год назад Стандартный Узел Был 400 Ватт Прошел Год Сегодня Это 1 Киловатт Как минимум Два с половиной Раза За год Это То Что Мы Имеем И Нужно Отвечать На Эту Штуку Это Моя Шкала Времени Она Меня Касается Но Есть Просто Технологии Неупорядоченное Движение Воздуха Первый Подход К Охлаждению Вентиляторы Ставят Достаточно Неупорядоченное Движение Воздуха Организованное Движение Воздуха Горячие Коридоры Многоконтурные Системы Воздух Вода Фреон Жидкость На уровне Шкафа Холодные Стенки Холодные Внутрирядные Кондиционеры Вот это Этапы И дальше Просто Инженерная Логика Заставляет Перейти на Жидкостное Охлаждение Закрытые Системы Жидкостного Охлаждения Гибридное Охлаждение Ну и потом Непосредственно Погруженное Жидкостное Охлаждение Что-то Будет Дальше Наверное Фазовый Переход Мы над этим Думаем Не только Думаем Но в общем Что-то И руками Делаем Придумаем Значит Проблема Состоит Не только В теплоемкости Про это Все говорят Тепломассоперенос Это теплоемкость Сколько В литре Или в килограмме Или в кубометре Вы можете Унести Тепло С собой Проблема Состоит Еще в Теплопередаче Вот здесь Вы должны Отнять Это тепло На этом Контакте И поэтому Нужно Говорить Не только Про коэффициент Теплопередачи Но и про коэффициент Теплоемкости И сравнивая Между собой Воздух И воду Мы понимаем Что это Отличие Просто На два На три Порядка Фазовый переход Дальнейшей Преспективы Вот здесь Отличие В четыре тысячи Раз И это Очень важно Это объясняет Логику Инженерную Почему мы Уходим От воздуха И переходим К жидкости Пропущен Значит По энергетике Это сокращение Энергопотребления В два раза Сегодня Система Воздушного Охлаждения У вас Мегаватт Полезной Нагрузки И мегаватт Вы потратите Чтобы охладить Ее Вот ровно так Мегаватт Полезной Мегаватт Чтобы унести Это тепло И выкинуть Жидкостное Охлаждение Позволяет Практически Без потери Утаскивать Это самое Лишнее Тепло С 2009 Года Практически Вот для меня Психологически Как для инженера Закончилась Эра воздуха Вот она Прекратила Прекратилась Никакого Основания Дальнейшего Использования Воздуха Я не вижу Вот пример Крупной Воздушной Установки Она узнаваема Это официальный Чертеж И тут Если меленько Посмотреть Тут написано Килограммы И киловатты На каждом Шкафу И люди Говорят У нас Высокая Плотность Упаковка Вычислительных Узлов Ребят Вы о чем Вот Синенькие Это шкафы С вычислительными Узлами А красненькие Это площадь Потерянная На охлаждение О какой Высокой Плотности Можно говорить При такой Цветовой Картинке Вы плотно Упаковали В шкаф Электронику И рядом Потеряли Такой же Шкаф На энерровом Кондиционер Междурядный Кондиционер Вы могли бы Лучше бы Ее пореже Упаковать И не ставить Этот энерровый Кондиционер Не было проблем И так Можно было сделать Вот Эта Потеря На площади Эта Потеря На килограммы Сколько килограмм Отведено На охлаждение Сколько килограмм Килограммы Не бывают Бесплатными Килограмм Суперкомпьютера В среднем Весит 800 долларов Весит 100 С 200 Мне килограмм Суперкомпьютера Пожалуйста С вас 800 долларов Значит Средняя цена Вот каждого Килограмма Она вот Примерно такая Это Потеря На электроэнергию Только внутри Машинного зала За стенами Машинного зала Просто удвоение Электропотребления Вот Стоимость Всего этого дела Мы видели Как охлаждалась Аврора Это закрытая Система охлаждения То есть Нет прямого Контакта Жидкости С Электроникой Вот решение Которое У китайцев Это Аврора Которое Только к охлаждающей Пластине Печатные платы С двух сторон Как Этот самый Бургер В середине Котлета А тут Две булочки Они к охлаждающей Пластине Две печатные платы Прижимают Вот это Акваза То есть Здесь Коуплейт И в Авроре Коуплейт Один Коуплейт На печатную плату Здесь Маленькие Коуплейты На электронику И между ними Медные трубочки Пропаянные И вот это Вот коммерчески Доступный Виен Супермаг Ну вот Не работает Все Устал Коуплейт Не работает Обильно Значит Там была Показана Как устроена Каждый Такой Вот поверьте Мне на слово Вот каждый Такой Маленький Коуплейт Это Примерно Двадцать Слоев Тончайших Отверстий И бороздочек Которые Обеспечивают Следующую У вас вода Вот подходит Вот холодная Вода Подошла И она В объемной Структуре Распределяется По всей Плоскости Вот за счет Дырочек То есть То что Автомобилисты Называют Штанами Или коллекторами Но только Трехмерной Вот она Разбегается По всей Плоскости И в том же Объеме Обратный Коллектор Который Собирает И выводит То есть Эта Штука Сложная Как космический Корабль Я оставил Презентацию Можете Посмотреть Кому интересно Она не может быть Дешевой Потому что Там реально Штук 20 Слоев И это надо Сделать Это бессмысленно Если это Теплопроводящий Материал То есть Это нужно Сделать Еще в теплоизоляторе Бессмысленно Делать коллектор Расходящийся И собирающийся Если он Теплопроводящий Поэтому Эта штука Удивительно Сложна По инженерной И то что Они это сделали Они молодцы Следующий подход Следующий этап Следующий шаг К жидкостному Охлаждению Это погружное Охлаждение То есть Вы берете Просто ванную Наливаете В нее жидкость Волшебную Это не может быть Ванной И туда просто Опускаете Печатную плату Все Никаких металлических Пластин Никаких фрезеровок Никакого рельефа Никаких Вот этих Космических кораблей Никаких 20-слойных Радиаторов Ничего не надо Школьная задача Постоянно Одна труба Подходит Одна Выходит Все Больше ничего Вот одна труба Подходит Вот одна Труба Выходит Самое смешное Что это было Уже в 1985 Машина Край-2 Вот это все Это емкость С жидкостью И в ней Установлена Электроника И дальше Одна труба Подходит Одна уходит А вот здесь Стоит водопад Так называемая Сухая градирня Где Жидкость Отдает Эту самую Трубу Вот так Выглядит Современный Телекоммуникационный Центр Тот же самый 19-дюймовый Шкаф Только уровненный На бок И залитый Жидкостью И в ней Стоят Обычные Сервера Обычные Сервера Из них Только выпустили Вентиляторы Больше ничего Ну вот Собственно Говоря Это сделано С данной Первой установки С данной Заказчиками Это то Чем занимается 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 Наш институт В части Охлаждения Суберкомпьютеров Нынче Ну вот Опять не работает Затем Сейчас Сейчас Попробуем Все Так Вот так Попробуем Зря Не должен Может полегчать Да Ну ладно Извините Содержку Пролесну Значит Если смотреть Эти технологии Вот все Которые Я сказал Большой Кулплейт Кулплейт На уровне Микросхемы И погружное Охлаждение То с точки Зрения Цена Сложность Слово Сложность Слово Надежность Между собой Связана Простота Надежность Это связанные Слова Цена Тоже Связанное Слово То вот Получатся Вот такие Сильные Слабые Слабые Стороны В этих Технологий Самые Легкие С точки Зрения Веса Это Конечно Обиемовское Решение Но Оно Чудовищно Сложно Я не готов Его воспроизводить Это точно Абсолютно Ну а По всем Позициям По остальным Позициям Погоружное Ухлаждение Все-таки Выигрывает И Нет Оставляется Это На ближайшее Время Это Перспектива Просуммируем Специфику Значит По Спектру Задач Пиковые Машины Это Генерация Знаний Все-таки По решению Задач Экадемические Фундаментальные Исследования Может быть Какие-то Очень сложные Прикладные Или Просто Исследования Ну а Это означает Что Задачи Разные Да Фундаментальные Исследования Это Разные Задачи Одно Дело Когда Ваше Рейное Производство Вы Каждый День Обсчитываете Трикотажные Платья Все У вас Задачи Одни В науке Задачи Разные Значит Поэтому Только Отечественная Разработка То есть Нельзя Купить Такие Машины Какие-то Компоненты Просто Точно Не продаются Интерконект Например Используемые Решения Надо Создавать Самим Нужно Разрабатывать Нету Готовых Решений Естественно Финансирование То Это Федеральный Уровень Это Федеральные Деньги Это Не Может Быть Привлеченное Финансирование Ну Вот Такая Вот Картина То есть Есть Специфика Уровня И Она Сильно Отличает Его Не Только По Производительности Но И По Другим Аспектам Отличает От Других Машин Я Слежу В общем Придется Пролистнуть Значит Что Здесь У нас Сегодня По Игрокам Я Даже Сюда Вот Иду К Сожалению Последнее Время В Прессе Пессимизм Большой Пессимизм Россия Сдулась Россия Значит Потеряла Технического Приоритета Потеряла Выгодность Своих Решений Значит Вот Такая Штука Рынок Один Практически Обе Хюлит Пакарда Компания Т-платформы Ну вот Случилось 8 марта Кто не следит За новостями 8 марта Случилась Довольно Тяжелая Ситуация Т-платформа Включена В черный список Это означает Ну Сел Кьюрич Апанасенко Гендиректор Т-платформ В апрельском Номере Эксперта Дал интервью По этому поводу Он сказал Что Ну это что Это же очень просто Запрет на профессию То есть Мы не сможем Дальше Заниматься Этим делами Это означает Что многие Проекты Просто Подвисли Как их Дальше Делать Просто Непонятно Им Никто Не продаст Ни одного Процессора Ни одного Интерконнекта Ничего Но Своих Решений Нет Поэтому Что Дальше Делать Совершенно Непонятно Главные Игроки Есть РФИАЦ Есть Росатом Есть Ихо Жвиц Это понятно Компания Т-платформы Только что Сказал Есть Группа Компании РСК Которые Родились Из РСК Скиф Из Скиф Аврора Их Решение Торназо Это Упрощенная Версия Аврора Практически То что Они Продают Это Предыдущий Подход К Житковскому Охлаждению Больше Ничего Своего В смысле Дальше Инталовское Решение Есть Скиф Кооперация Будут Новые В свое Время Т-платформы Родились В рамках Программа Скиф Скиф Грит Потом РСК Родился В рамках Программа Есть Конечно ИПМ Келдыша И КВАН Вот эта Кооперация Она тоже Есть Их Амбиции По проектам Вот они Выписаны Но Кто-то Уже Подвисает Росатом Не может Добиться Нормального Финансирования Признания Государственных Зофлопс Концепции Российская Академия Наук Ну как-то МСЦ РАН Как-то Там Строит Сейчас Десятипитофлопс Машину То есть Построены Первая Очередь Несколько Терафлопс Сделано Заявление В прессе О дальнейших Шагах Два Терафлопса Десять Но Не очень Понятно Как это Все Обеспечено И что Там Дальше Будет Ну и В связи С этим Потеряна Идея На самом деле Предыдущая Идея Предыдущая Договоренность Она была Все-таки Не на базе Решения Торнадо А на базе МВС Экспресс Келдыш Квант Вот И тот Подход Мне представлялся Более Интересно Более Перспективно Начинается В этом году Я надеюсь Скиф Недра То есть Будет Продолжена Линия Скиф 21 Терафлопс Желает Строить МГУ Но Непонятно С кем Сила Запрета На профессию В Т-платформе Ну и Росгидромет Он работает С РСК Значит Там Какое-то Движение Тоже Будет Я Вот Эти слова Это то Что я написал В ответ На обращение На обращение Юрия Сергеевича На его поручение То есть Если проанализировать Объективно То на самом деле Роль Российской Академии Наук В деле Суперкомпьютерной В отрасли Она Она Просто Чудовищно Занижена Хотя Вся история Кстати говоря Новосибирска Тоже Он рождался Как Сильный Учительный Центр В Советском Союзе Был Один из мощнейших Один из мощнейших Я же это понимаю Вот И На самом деле Ну смотрите 80% приложений В науке Ну я же показывал Ну все Не в индустрии В науке А где наука Вы хотите сказать Что оно в ВУЗах Есть такие люди Тут есть преподаватель Я сам ректор Но я знаю расклад Что происходит в ВУЗе Что происходит в институте Я знаю Я знаю где наука А где образование Ну знаю Поэтому Приложения Все в Академии Основная экспертиза По созданию В Академии Как бы Не говорили остальные Но в Академии В Росатоме тоже Согласен Но мы умеем Работать в кооперации Мы умеем это делать Даже лучше Может быть Чем Росатом Они не умеют Работать в кооперации Сила своей специфики У них исторический опыт До Колючая проволока Забор И все Вот вся кооперация Ну вот Это нормально Но они так жили Ну Да У них Тысячи Лауреатов Государственной премии Посещал музей Я видел У них Там огромное количество Академиков Членкуров Никто не говорит Что у них нет науки Она там гигантская Но я сказал То что То что является Истиной У них нет опыта Кооперации Это правда Мы все работаем Кооперация Академия работает Кооперация Это тоже правда Ничего бы там Никто бы не сделал Не умея работать Друг с другом Поэтому мы бы могли Работать в кооперации С Росатом Вот Росатом Не может с нами Работать Кооперация Точно Я Я в лицо Им это говорил Это не за глазами Вот поэтому В принципе Россия могла бы Сделать серьезное Продвижение По этому направлению Вот при такой Организации Работ Просто сказать Российская Академия Головная Может быть Не лучшим образом Но разберемся И тогда Можно было По этому делу С мертвой точки Ну вот Спасибо за ваше Долготерпение Значит Здесь еще живые Остались Какая-то Подведена Вопрос Пронес Вопрос Наиболее Сощественное Сергей Михайлович Наверное Маленький вопрос К анализу Тех задач Которые решаются Было Восвязь Сколько там Индустрии Приходится Сколько На ресерчни Академии Вот вопрос Такой Вы упомянули В начале лекции Что По крайней мере Соединенных Штатах То Чем занимается Суперкомпьютерный центр Это решает В общем-то Задачи Индустрии Индустрии Нет Вот неправильно Я понял Это не так На суперкомпьютерах Большая часть Мощностей Суперкомпьютеров Это Производство Знаний То есть Там моделируется Там делаются Те исследования Которые Потом Превращаются Они потом Превращаются В материалы Технологии И даже Изделия Да Вот Панкерс Но все-таки Большая часть Это Самый Первый Выход Суперкомпьютеров Это Знания Пожалуйста Понимаете В чем Делать Например Наше Любимое Слово Нано Нанотехнологии Из-за Пробы Эффекта Там Просто Нельзя Ставить Эксперименты Их Надо Считать Просто На этом Уровне Там Наномеханизмы Их Можно Только Посчитать Их По-другому Построить Нельзя Это Знание Это Не Конкретное Изделие Это Моделирование Процесса IBM Моделирует Технологические Процессы Своих Будущих Технологических Уровней Что Будет Когда Мы Перейдем На 12 Нанометров На 8 На 6 Что Там Произойдет С точки Зрения Физики Поэтому Все-таки Это Не Конкретное Изделие Это Не Конкретное Решение А Это Знание Которые Потом Идут В Технологии В Изделия Решения Был Вопрос Какие Задачи Требует Экзофлокс На Самом Деле Если Говорить Про Классы С математической Точки Зрения То Хорошим Примером Вот Мой Чертеж Какая Получилась Прочность Это Моделирование Переход К Оптимизации Вот Я Начертил А Теперь Измени Мой Чертеж Чтобы Прочность Была Максимальной Вот Как Только Вы Перейдете От Моделирования К Оптимизации У Вас Сразу Учительная Сложность Увеличится Достаточно На Порядке Поэтому Любые Если Говорить По Классам То Это Оптимизационные Задачи Если Говорить По Областям То Например Медицина Моделирование Кровеносной Системы Я боюсь Что Человека Я боюсь Что Экзохлопса Тоже Будет Малова Вот Просто Гидродинамическая Задача Полно Масштабная Кровеносная Система Еще Одну Вещь Которую Произносит Говоря Слово Экзохлопс Это Многомасштабные Задачи Например Воздействие На нефтяной Пласт С целью На месторождение Не на нефтяной Пласт А на месторождение С целью Улучшения Нефте Отдачи Вот задача Вы можете Воздействовать По разному И моделировать Вам придется На молекулярном уровне Начинать Часть моделирования Будет происходить В размере Нано Часть В десятой Сотой Доли Пористость Породы Вот такой Размер Порок Породы Часть Пойдет Метровая И закончится Сколько У нас Размер Бассейна Несколько От того До тысячи Километров Моделирование Полей Ветриков Вот у вас Там поле Ветриков Тысяча На тысячу Не знаю Чем метров Хорошо Несколько На несколько Километров Надо Смоделировать Турбулентность Размером Миллиметр Возле краев Лопасти Обтекание Всей лопасти Вращение И взаимодействие Разных Ветриков Между собой Привязать Это к рельефу И так далее И так далее И так далее В заплопаст Вот просто Как не против Еще вопрос Пожалуйста В вашем докладе Вопросы Системного Программирования Для супервычислений Фактически Свелись К упоминания Пиа Или альтернативных Пакетов Все таки Хоть кратко Какие Претензии Или пожелания Или Куда идти Да Куда идти И еще Сопутствующий вопрос Может показаться Что сложилось Некий Разрыв Между тем Что называется Теория Параллельного Программирования И реальной Практикой Вот пожалуйста Прокомментируйте Вот это Вопросы Есть несколько Видно Во-первых Видно Вот что Что Все таки Лидеры Суберкомпьютерной Отрасли Они Не дураки Просто И они Думают Про те Проблемы Которые Стоят Они Их думают Они Ими Занимаются Значит Вот Я оставлю Слайды Просто Можно Пытаться Самостоятельно Пытаться Нечего То есть Там не будет Хватать Речи Слов Посмотрите Можно Полистать Моего доклада Под названием Есть ли жизнь После МПА Видно Что Ну вот Там есть Наша разработка Под названием Т-система Она никуда не делась Она живет Она продолжается Значит Это попытка Реализовать Естественную Параллельность Функциональных Языков Куда ушел Там Ф-шарт У нас был Контракт С Микрософтом С Кириллом Фаеновым Мы на них Работали И они С удовольствием Знакомили Со всем Что мы сделали И деньги заплатили Все хорошо Потом они Значит Вот Посмотрели И стали делать свое Поучили И стали делать свое Значит Там Естественный Параллелизм Он очень просто Выглядит Что Вы можете Если вы вызываете Чистую функцию Вы можете Продолжить Вычисление Вызывающую И начать Параллельное Вычисление Вызванного Вы можете Это делать До бесконечности Все что вам Потребуется Это поддержать Понятие Неготовое Значение Вот эта Вызванная Функция Пока еще Не вернула Значение Неготовое Значение Когда-нибудь Вернет Причем Неготовое Значение Можно копировать Это легко Это просто Отношение Поставщик Потребитель Представленное Например Поинтером Его можно копировать Спокойно Я о чем Говорю Что вот была Такая разработка Она есть Она развивается Она позволяет Она позволяет Красиво решать Проблемы Именно Организации Параллельного Счета С точки зрения Системного Программирования А есть Работа Компании Крый Чисто аппаратная Они поддержали Это в железе В железе Они поддержали Такую штуку Которая называется Full Empty Bit А это ровно То самое Ячейка И про нее Можно узнать Уже положили Или еще не положили Full Empty Bit Это ровно Поддержка аппаратуре Неготового значения То есть Люди понимают Что вот Есть такой подход Транзакционная память Следующий подход Значит Не Эмпиальные подходы Там Подходы К Той или другой модели Распределенной памяти Глобальный адрес Пегас Гаснет И так далее Это новые подходы Попытка нащупать Куда же двигаться Потому что Модель обмена Сообщениями Она очень тяжела Она очень тяжела И Она просто является Турмозом на пути К экзофлопсу По очень простой причине А ядер там будет Биллиард Биллиард А теперь Как хотите С этим обменивать Своими сообщениями Это нереально Вот Поэтому Поэтому тут Вот без прорыва В этой части Я действительно Не сказал про это Ну просто Не успел Виноват Не думать про это Это просто Провалить все дело Там много других проблем Надежность Полтолерантность У вас Узлы будут выходить Обязательно Причем С темпом Там Не знаю Каждую минуту А у вас туда Уехало вычисление Ваша Ну вот Да Вот В этом Вот надо Организовать вычисление Так Чтобы Ну и ладно Ничего страшного Я ничего не потерял Вот Надо сделать Чтобы была ситуация А я ничего не потерял Ничего страшного И это связано С организацией Параллельного счета Там скажем В той же системе Это поддерживалось Вы отдали функцию На счет Она чистая Но у себя Оставили копию Он умер Хорошо Я там другому Или сам Ну Я ничего не потерял Режим Полтолерантности Можно сделать С точки зрения Операционных систем Там много таких вещей Которые Важны И нужны И они реально Мы к этому касались Нельзя сказать Что мы это решили Мы к этому касались Облегченные ядра Операционных систем Есть такое понятие Малошумящие Операционные системы Есть такое понятие Синхронизованные Операционные системы В кластерной Они работают синхронно То есть Что это означает Что фаза Что пользователь Юзеровская фаза И системная Синхронная Везде Не может быть так Что у одного Идет системная фаза А у другого Юзеровская Вот значит Синхронные Операционные системы Масса вещей Которые просто Надо заниматься Без этого Продвижения Ну опять же Фултолерантности Пронизывает все Поскольку Еще раз Установка Будут миллиарды компонентов Ну вот это так Значит вероятность Отказа Сбоя Она вот Понятно какая Это все Надо решить Так Там вот Александр Михайлович Пожалуйста Я Верно Именно Присутствующих Поблагодарю вас За очень содержательное Уступление Информативное Ну Одно Хотелось бы услышать От вас О той проблеме Которую сегодня Кстати особенно Стоит обсуждать В день памяти Иршова Адрия Петровича Он сформулировал Одну проблему Которая Колоссальнейшим Образом Сказывается На развитии Компьютерных Информационных Технологий Это так называемый Языковый Барьер Да 40 тысяч Языков Придумано Или названо Только Во всем мире Полтора десятка Используется Как-то И существует Мнение Ошибочное Помни Я хотел Как раз Ваше мнение Знать О том Что естественные Языки Будто бы нельзя Использовать Для общения С компьютерами Прежде чем Задать окончательный Вопрос Я спрашиваю Люди Понимают Друг друга Когда формулируют Друг другу Задачи Например Я Виктор Задал вопрос Есть естественность Где Отвлекаетесь Все время У нас Задайте Минутку Сейчас Я вопрос Задаю Вопрос Вот в чем В естественных Языках Русском Английском И так дальше Есть нечто Общее Это Общее Можно Выделить Вы что Нибудь Знаете О положительных Результатах Этого Опыта О существующей Системе Которая Позволяет Использовать Общенность Квантэссенцию Естественных Языков Лучше Любого Логарифмического Языка И еще Один вопрос Попутно Страны Всего Мира Отличаются Чем Не только Мощность Уличной Техники А количеством Программистов Это один Из показателей Так вот Два вопроса У меня Попробуйте Прокомментировать Существует ли Перспектива Такая Которую Предсказал Потосин И Берс Что с Развитием Информационных Технологий Трансляторы Станут такими Что программисты В их нынешнем виде Станут ненужными Какова проблема Программирования Вы не сказали Хотелось бы услышать Да Спасибо Спасибо Значит На самом деле Вот действительно Скорее всего Я на ваш вопрос Не отвечу Тем более Что в такое Жартое время Единственное Что я могу сказать Это действительно Уместно сказать День памяти Дарья Петровича На самом-то деле Мои главные результаты Научные Признанные Признанные степени Они лежат Не в этой области Про которую сегодня Говорю Они лежат В той самой области Которой близки Многим работам Андрей Петрович Это вот смешанные Вычисления Частичные вычисления Мета-вычисления Которыми я занимался И вот Я не смогу Ответить Почему и как Но эти вопросы Связаны У меня есть Такой Тезис Кадратьева Я даже не буду Рассказывать Кто такой Кондратьев Тезис Кондратьева Которая звучит так То что хорошо Суперкомпилируется Хорошо распараллеливается То есть вот просто Значит Это вещи близкие И вопросы Языкового Языкового Барьера Языкового Разрыва Там Гэпа Между мышлением И алгоритмистикой Это вопросы Кстати говоря Имеющие Огромные корни С Новосибирском У нас же работают Многие люди Которые вышли От вас Значит У нас До сих пор Я И приятельствую И взаимодействую И сотрудничаю С Первеном Значит Сегодня у нас Работает Такой Замечательный Специалист Как Николай Николаевич Непиевода Затрудник Нашего Института К нашему Великому Удовольствию Значит Вот Вопросы Связанные С разрывом С самой Сутью Программирования И какой Гэп Между мышлением И программированием И вопросы Связаны С многоязычием И Вопросы Связаны С автоматизацией Программирования В нашем Институте Есть лаборатория Автоматизации Программирования И она Понимается Совсем не так Как в других Она понимается По-новосибирски Автоматизация Программирования Это разработка Автоматических Формальных Методов А. Анализа Б. Преобразование И С. Порождение Программных систем Это то, чем Занимался Андрей Петрович Ровно так Это гигантский Пласт Я его Действительно Большой продал Что его Не выписано Хотя бы Одной строкой В моих слайдах Но в той бумаге Кстати Которую писали Для Осипова Там было написано Вот ровно это Что нам Нужны исследования Как заниматься Автоматизацией И автоматическим Анализом Автоматической Верификацией Параллельных программ Это вещи Без которых Дальнейшее Движение Невозможно Будет ли это Естественный язык Ну я Пока Не очень Не специально Коллеги Здесь есть Невские стихотворения Которые На самом деле Многим Нам реально Нравятся Очень советую Старапа В Академии Городки И там Стихотворения Выпускнику МГУ Так что Считайте Послание От одного Ко другому И еще Позвольте Вам подарить Книжку Написанную Двумя сотрудниками Нашего института Как раз Ириной Крайневой И Натальей Черемой Пульт программист Это биография Андрея Петрович Спасибо Огромное Разумеется Намного и про институт Это неотрывно И еще раз Спасибо Что Вы Откликнули На наше Приглашение Спасибо Огромное Да Коллеги Последнее Замечание Автор здесь Можно автограф Будьте любезны Я Вас попрошу Значит Здесь лежат Вот такие листовочки У нас Будет проходить Национальный Суперкомпьютерный форум Ну Был бы благодарен Если бы Вы взяли Познакомились А может быть В какие-то институты Академгородка Просто повесить Они двухсторонние Поэтому Если кто-то Планирует повесить На Двусской Ирине Надо брать две Спасибо Ура Академгородка